Субъект Как понятие Он и понимается как причина Этот термин взят из юридической практики Кто виновник Определенного рода действий Ищет этого виновника и ищет причину Почему это действие совершено Юридической практики Виновник Лицо, которое должно отвечать за свои поступки Вот он и есть субъект Философия и субъект являются тоже причиной Поэтому, когда мы говорим о сознании И пытаемся там найти субъект сознания В некотором отношении мы подсовываем Возможно те термины, которые Не соответствуют самой ситуации Не всегда Не любая ситуация должна раскладываться Причину цели Есть причина Есть действие этой причины Потому что Ну потому что это Некие категории Это некая методология Мы не можем мыслить иначе Кроме причинности и так далее Но в то же время Как бы начиная с этого И считая, что это правомерный подход Мы Немножко как бы спрямляем А может и не немножко Мы как бы еще ничего не знаем Мы еще не узнали, что это причина А уже как бы Если мы пытаемся говорить о неких основаниях Которых, причем основаниях первых Мы не имеем права обращаться Ну к какой-то методологии Которая слишком проста Что есть причины Есть следствие И все объясняется причиной следствия И даже субъект, когда мы понимаем Его некую Как некую структуру Как один член Субъект объектного соотношения Субъект объектной структуры То тем не менее, все это Является слишком очевидным Слишком простым Это логично Мы накладываем На реальность некую очень простую схему В которой как бы Пытаемся понять, что собой представляет Сознание Что собой представляет я Возможно Нужно в принципе Придумать другую какую-то методологию Подвести другой категориальный аппарат То есть то, что пытался сделать Вот это Хайдеггер Когда он на своем дозайне Рассудает С помощью экзистенциалов В каком-то отношении Это вот та самая задача Та самая задача Придумать новый подход То есть Как работает терминология Многие работают исходя не из того Что есть уже какой-то подход А потом берется как бы Сама реальность И под этот подход подводится Но многие работают от самих вещей Вот есть некие реальности Феномены И мы должны Следовать этим феноменам И исходить из них И должны Методологию нашу Максимально Сделать Такой Сделать Такой Чтобы она была максимально Приближена к предмету Который мы исследуем В данном случае Мы исследуем сознание Да и поскольку это Сознание то есть самое близкое Что у нас есть Ну вот как Какая должна быть методология В этом отношении Даже Даже если оставаться В рамках Классических этих категорий Понятий Уже как бы Можно спросить Об этом различии Через причины И основания Потому что Который там Наговицыно все продвигал И мы потом обсуждали Здесь же оно тоже прослеживается А именно Если допустим мы говорим Про субъект И про сознание Про субъект Так Так То Мы понимаем Опять же Мы Это в прошлый раз Обсуждали И из Гигеля Это Прямо следует Из этой первой части Что Существует Вся структура Вот этой Соотнесенности в целом И объект И субъект И их отношения И это является Некой целостностью Ну субстанциональной А не Один допустим Субъект Вот который является Причиной всего остального То есть Как бы и субъект И объект Возникают Одновременно Вот в этом Ну как одновременно Они как бы возникают Во взаимоотношении Но При этом Действительно Как бы в каком-то смысле Субъект является причиной Вот всей этой цепочки То есть как бы это движение Идет от него Именно как движение Как временная Последовательность Как причина В то же время Вот если субъект Причина То основанием Основанием Всего Всего Всей этой конструкции Будет уже что-то другое Причем Основание будет Как бы Под Под всей Вот этой троицей Под Под всем этим отношением Лежать Основание Как нечто В чем основано Все это Взаимоотношение Ну как-то так То есть Я к тому что Субъект как бы Может быть причиной Но он не может быть основанием Вот что Я хочу сказать Не знаю Насколько это понятно Или нет Он как бы Он причина В смысле Последовательности Последовательности Как бы Ну вот Причины следственных Вот этих связей Но не в смысле Как бы Фундирующего Основания Чего-то Что обосновывает Всю структуру в целом А мне кажется Что ты здесь как раз Опять прибегаешь Которую я критикую Может быть Я же оговорился Что даже Я же говорил Что даже Если мы Остаемся в классических Каких-то различениях И понятиях Тут можно как бы Уточнять Конкретизировать И что-то там как бы Что-то поправлять Ну смотри Потому что Даже Еще раз Мы остались пока В классике Даже это уже Проблематизирует ситуацию Он как бы причина Но он не основание Что-то другое А что основание Вот все эти Ситуации Основание Это же опять же Взято Это понятно Причина у тебя есть Причина у тебя Следствие Основание у тебя есть Все слова опять же Из методологического аппарата Который предшествует Самому предмету То есть Ты хочешь говорить о чем-то Заранее сюда Вберешь Какое-то понятие Мы много раз обсуждали Что Как бы Безоглядным феноменологам Тоже невозможно быть Мы уже имеем какой-то язык Невозможно Что-то Согласен Но если Надо просто быть Так сказать Осторожным Надо попытаться Подыскаться Не идет что-то другое Так сказать Если мы можем Пытаться Задавать вопрос Так же о том А на чем основана наша методология Не привносим ли мы На самом деле Сам предмет Методологию Ну то есть Бояться Навязать что-то предмету Навязать некие определения Которые Которые потом уже будут Избавиться Да Да Это не стоит делать Навязывать Но бояться навязать их Ему Это тоже как бы Ну коллапс мысли Это просто Как бы прекращать ее Как только мы Начинаем совсем бояться Что-то вот там Привнести Какую-то классику Или культурные Какие-то вещи Мы Мне кажется что Одним тем что Мы Сомнимся в том А не принесли ли мы Чего-то инородного Мы прям так Все исправим Может быть Ну нет не исправим В том то и дело Более того Может быть даже хуже сделаем Потому что как бы Мы определенную Степень непосредственности Тоже потеряем В своем мышлении Мы будем как бы оглядываться Сами на себя Это вообще возможно ли это? Ну в каком-то В какой-то мере возможно Ну вот допустим Тот же Гигель Он же говорит что У него Книга называется Фенинология духа Он занимается фенинологией Вот При этом Это не та фенинология Которая у Гусселя там И компании Мне кажется вопрос в следующем Вот смотрите Вот есть сам предмет Вот мы говорим Мы же понимаем Мы же можем О самом сознании Как субъекте А можем считать Что в сознании Есть еще до него субъект То есть в сознании Сознание является той же следствией Ведь эти два разговора Нам понятно, когда мы исходим из самого предмета, получается, что сознание может быть, само сознание может быть субъектом, а можно так понимать, а можно понимать так, что в сознании есть результат некого предыдущего, а именно некого другого субъекта, который является причиной сознания. Это как это? Хочешь сказать, что в тебе сидит еще один кулак? Нет, я не об этом хочу сказать, что в самом опыте, когда мы говорим слово «сознание», и пытаемся понять, что же это значит, мы можем в опыте увидеть двоякое различение. С одной стороны, мы можем просто говорить «сознание», указывая на то, что это есть последнее, что есть. Нет никакого субъекта сознания. Сознание есть собственный субъект. Ну, видишь, но все-таки, может быть, будем подхватывать положительные моменты различения, которые я предлагаю. Потому что, если, допустим, ты говоришь, что есть какая-то другая причина у сознания, ты опять же подразумеваешь, говоря слово «причина», что это как некий импульс, как некий источник, от которого все идет. Ну, так сказать, он дает какой-то толчок, и сознание происходит. Дает толчок, и происходят какие-то акты. Это ведь не так. Акты, как бы, они есть сами по себе, в каком-то смысле. То есть, вот этот вот субъект переживания, как бы пока его так называем, он не является причиной именно деятельности сознания, активности и прочего. Более того, как бы, какая-то активность, она, так сказать, вообще бессознательно происходит. Ну, в общем, он не является причиной. Но при этом он является вот этим условием возможности. он является, как бы, основанием для того, чтобы все это стало, ну, по крайней мере, по крайней мере, он является основанием для того, чтобы все это стало самосознанием. Чтобы эта активность могла себя найти. Вот мы в прошлый раз говорили о том, что нельзя рассуждать о том, что объекты являются как-то до. Да, да. Да, на самом деле, откуда это, почему так нельзя рассуждать? Только потому, что можно к этому отнестись нестрого, кто там свидетельствует о том, что субъекты есть, то есть, что объекты есть до. В каком-то отношении, то, опять же, в этом предположении, в этом требовании, чтобы была какая-то аккуратность какая-то была, это, видите, это внешнее требование тому, что есть. Так, некая очевидная феноменологичность, это внешняя вещь. Почему мы не можем говорить, что есть в некотором смысле бы, если это понятно, в чем идет речь? Хотя это может быть с логической точки зрения. Так мне это как раз кажется, что эта понятность проистекает из логической. Потому что, ну, из нашей логики и из вот тех предрассудков, с которыми ты пытаешься бороться, а именно, мы предполагаем, что вот объект, как бы, да, у него помимо субъекта, причины в качестве субъекта, есть и причина в качестве вот этой, там, не знаю, вещи в себе, или того, чем он является на самом деле, вот это, как бы, причины явления. Вещь в себе является причиной явления. Я даже не беру какие-то выводы отсюда, да, дальше. Я просто имею в виду, что у нас есть уже какие-то наши, да, вот, как бы, это не заблуждение, а как-то, вот, предрассудки, что ли, да, вот у нас есть. Ну, конечно, предрассудки в хорошем смысле, это тоже можно говорить. В хорошем смысле. То есть, как бы, предшествует рассудку. Но, если мы обращаемся к сложным предметам, да, таким, как сознание, и хотим феноменологически не подойти, да, нам мешают эти предрассудки. Вот, Гусселя ведь-то тоже же говорил, да, надо освободиться от неких вот навязанных нам теорий, да, от неких нам навязанных представлений предметов, чтобы к самим-то вещам выйти. Я согласен, что это сделать непросто. Просто я подозреваю, что вот некие проблемы, которые возникают с тем, что такое сознание, они связаны как раз с тем, что как бы на сознание, точнее, самому предмету навязывается некая структура. Я даже не говорю про субъект такт. Субъект такт, там все понятно. С этим-то как раз никаких проблем нет. И, по-моему, то, что мы о нем рассуждаем, так, как рассуждаем, как оно соответствует предмету, и более-менее предмет укладывается. Предмет более-менее укладывается в эту схему. И когда мы вот обращаемся к тому, что, собственно, есть сознание, да, что есть я, там возник какие-то трудности. Почему? Потому что, с одной стороны, мы должны считать, что этот субъект проживания является субъектом, то есть он интенсиональный, а с другой стороны, вроде как он и не субъект, как самосознание там выступает. Смотрите, как бы вот эта вот ситуация сомнительности или не сомнительности, как это сказать, как бы, ситуация попытки поставить под вопрос саму методологию, да, вот у нас есть предмет. Он, естественно, есть, независимо ни от какой методологии, да, и может к нему подходить с любой методологией. Но у нас есть также методология, да, вот так, как некий инструмент, с помощью которого мы, собственно, пытаемся что-то ухватить. Если методология не соответствует предмету, то она ухватит, естественно, его только тем способом, каким может. То есть она ухватит его как-то криво. И мы так, и поскольку мы с самим предметом-то, после того, как методология поработает, да, и как-то это различие установят в понятиях, мы с самим предметом соотноситься-то уже почти не будем, да, ну, может быть, будем на каких-то этапах, да, выходя и проверяя, так это или нет. Но тем не менее, наши понятия изначально будут неверные, и это рассуждение рано или поздно покажет, что оно неверное. Вот, например, классическое представление, да, вот субъект, что субъект едит. Ведь на самом деле оно естественно. Оно естественно вытекает из юридических терминов, да, вот если вина обменяется какому-то субъекту, и человек отвечает за свою вину, да, и человек отвечает за своё моральное состояние, человек отвечает за свои поступки, то он отвечает и за все остальное, и за познавательный акт он отвечает, и за свое мышление отвечает, за все. И вот это слово «отвечает», которое на самом деле есть не что иное, как учреждение самого себя. Мы учредили самих себя, как мыслящих субъектов, и приняли за себя ответственность за наши мысли. Вот это вот, мы единство субъекта установили не из опыта, который противоречит этому единству, а мы установили его просто как-то юридически, буквально в смысле единство субъекта учредили. И вот мы, как бы, учредив этого единства субъекта, потом уже не замечаем, и даже не обращаем на это внимание, что субъект учреждет, что это не реальность, а это некое наше желание или наша воля, если так можно выразиться, чтобы так было, что субъекты едины. Теперь, если, допустим, мы пытаемся обратиться опять к самим феноменам, пытаемся понять и все заново, разрешить проблему субъекту, разрешить проблему ее. Мы уже находимся как бы в заложниках этого учреждения, да? Во-первых, мы находимся в заложниках этого учреждения, которому, я утверждаю, способствует также словоупотребление, да, язык. Ну, мы через язык, как бы, по сути, все это учреждали. Это же ведь, опять же, учреждение, мы понимаем как бы так, что, обычно понимали так, что вот есть один человек, который там жил, а потом взял там, себя учредил, да, ну, вот как бы в плане какого-то индивидуалистически личного акта. Вот. Но, может быть, как бы учреждается человек как таковой таким способом, вот как бы на протяжении, там, истории человечества, там, не знаю, от какого-то общинного строя, там, и до. Вот. То есть, может быть, это всякий раз повторяется, как, знаешь, там, фенотип и филогенез, и он это генез. Может, каждый раз повторяется это в жизни каждого конкретного человека, может быть, много раз, ежесекунду он учреждает себя. Но все это в том, что и в языке, и в культуре человек учрежден точно так же. Здесь еще я согласен, что разговор о том, кто учреждает. Потому что я сомневаюсь, действительно, что каждый субъект вдруг так глаза открывает и сам себя учреждает. Конечно же, учреждение, оно когда-то состоялось, а потом оно просто транслируется от поколения к поколению. Нас просто учит быть вот этим единым субъектом. Это не мешает, как бы, да, и постоянной актуализации, там, тому, что, может быть, это должно всякий раз повторяться, чтобы, опять же, чтобы при ежесе оставалось. Я просто не знаю, учреждает ли язык, или учреждает ли что-то другое. Все в языке человечества. Не сам язык, не надо ему, как бы, приписывать какую-то, наверное, какую-то активность. Но просто в языке, как в неком, так сказать, в некой связующей среде человечество само себя учреждает. Создает человека. По этому поводу Ницше в одном месте интересно говорить, что у нас, вот, народ говорит, да, молния сверкает. И получается, что вот есть некий феномен, да, вот, проблески на нем. И он один раз этот феномен рассматривает как субъект, как молния, да, в виде существования. А второй раз рассматривает как действие этого субъекта, как сверкает. Он удваивает субъекта. То есть удваивает феномен. Потому что для того, чтобы высказаться, мы привыкаем, что всегда есть причина. И всегда есть, как бы, действие этой причины. И мы, когда используем язык, мы всегда так и говорим. Когда мы говорим, например, субъект, то мы подразумеваем, что он не просто нечто такое непонятное, что он является причиной. Не, ну, разумеется, как бы, язык богаче, там, и есть эти все односложные предложения, там, смеркалость, там, не знаю, темнинг. И, там, похолодало. Язык, только вот отступив, вот ты правильно сейчас сказал, только отступив в некие недоры языка, мы можем вообще вопрос-то поставить. Правильно ли мы говорим? Правильно ли мы... Отражает ли наш способ говорения то, как на самом деле? Частично отражает, потому что успехи-то есть, несомненные, да? То есть, мы все-таки в нашей жизни, я имею в виду жизни человечества, продвинулись, да, и смогли приспособиться. И во многом благодаря тому, что используем язык, используем наше мышление, которое различает причину, следствие, да? То есть, в каком-то отношении это все отражает реальность. Но вот мне кажется, что есть некие другие реальности, я сейчас просто ставлю только вопрос, я не знаю, как к нему подходить, которые вот в эти рамки не укладываются. Как к ним нужно относиться, я не знаю. Вот мне кажется, один из этих такой реальностей является сознание. Я просто хотел добавить, что если уж как бы мы там забегать вперед, там говорим про это самоучреждение, то по моим понятиям оно как раз, ну вот вся вот эта логика самоучреждения, она несовместима с каким-то четким представлением о том, что есть что-то такое на самом деле. То есть, если есть какое-то там на самом деле некое положение вещи, если человек, допустим, является чем-то определенным, вот, сам по себе безотносительно, так сказать, вот этого учреждения, если он может ошибиться или нет, это самоучреждение становится произволом. Вот. Произволом как бы на фоне, ну, какой-то вот необходимости. Вот это не очень хорошая ситуация с точки зрения, как бы, антологии. Ну, потому что, так сказать, мы просто должны найти, потому что получается, что, как бы, вся история человечества является, ну, как бы, если действительно механизм самоучреждения является работающим, так сказать, лежащим в основании, там, человека, знаю, там, отдельного или общества, он оказывается произвольным и, как бы, ну, не, ну, это много можно объяснять. Суть в том, что, вот, как бы, Митше и его философия и вот это самоучреждение возможно, когда Бог умер. Возможно? Да, да. Все это возможно, когда Бог умер, когда нет инстанции, которая, как бы, дает право, так сказать, или какой-то конечной инстанции, которая решает. То есть, тот, кто сам учреждает, он и должен быть, как бы, Богом. Ну, не в плане того, что он там всемогущий или что-то, а в плане того, что нет никакой инстанции свыше его. И нет никакой, как бы, другой трансцендентальной правды. Вот так, сказал. Ну, да, в самом деле, мы дойдем. Если, конечно, он сам не учреждает эту трансцендентальную правду, тоже возможно. Но я к чему это говорил? К тому, что, как бы, вот у нас возникают уже эти трения, то есть, ты одновременно говоришь самоучреждение, и одновременно говоришь, а вот как оно там все на самом деле. Вот. Почему бы и нет, как бы, но это может потом привести к некому парадоксу. Да дело в том, что самоучреждение... Просто... Есть два вида самоучреждения. Можно ведь как, я просто допомню, да можно как говорить, что? А могли бы мы самоучредить себя иначе? Правильно. Вот. Но это, как бы... Есть, как бы, другие миры, да. Другие миры. С самого начала вопроса мы такой пока не ставим. Да. Насколько наша свобода может простираться самоучреждение? Насколько далеко она может заходить? Пока мы такой вопрос не ставим. Это понятно, что есть некий произвол самоучреждения, и это проблема. Потому что, получается, что какой-нибудь там человек самоучреждит себя Наполеоном, да, и мы должны будем признать, что он не сумасшедший. Пока мы такие вопросы не ставим. Нет, я просто к тому, что вообще логика самоучреждения конфликтует с феноменологией. Конфликтует, но а что если в начале нашей феноменологии, да, когда мы пытаемся к сознанию подойти так, как оно есть, уже стоит некое самоучреждение, которое не нами учреждено. А учреждено, условно говоря, может быть языком, может быть культурой, понимаешь, может быть как бы общим, не знаю, там, общим воспитанием нашим, общечеловеческим воспитанием. Потому что ведь как люди дошли до совместной жизни? Они были вынуждены каждый сам себя ограничить. Я же как-то указывал на то, что вот то я, которое меняется субъектом проживания, оно есть контролирующий я, да, то есть оно контролирует поведение человека, поведение субъекта-то. Поскольку оно и возникает изначально как контролирующий. Возможно, оно изначально работает только как контролирующий. Ну, к этому надо подходить как-то непонятно. Я не знаю, у меня это немножко другое представление, вот в связи с тем, что вот тут у нас логика возникает, какие-то классические понятия, которые навязывают себя. Мне так кажется, что ситуация такова, что без них просто невозможно мыслить. То есть они как бы нам навязаны, и они действительно, и мы попадаем в ловушку всякий раз, но при этом без них одновременно мы и не мыслили бы вообще. То есть возможно могли бы быть другие понятия, да, если бы они когда-то возникли. Вот, и создали историю мышления другую. Но вот это вот, ты называешь ее контролирующей инстанцией, почему-то я не знаю. Ну, в общем, это как бы тюрьма наша, да, это сетка, не сетка, а какая-то клетка, рассудка. Она одновременно является и условием, опять же, возможности самомышления. Я не в эту сторону хотел пить, что так было понятно. Ты считаешь, что я критикую, собственно, саму нашу логику. Я понимаю прекрасно, что это глупо критиковать инструментарий, который позволяет делать это вообще. Критиковать суд, на котором суд сидит сидит. Да, 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 это глупо. Вопрос не в этом состоит. Вопрос состоит в том, что тот предмет, к которому подходим, может быть, требует более тонкого какого-то, ранжировки. Не так сказать, что есть причины и следствия, как-то подойти к нему еще аккуратно. Я как бы предложил... Взять же наш инструментарий и посмотреть, что можно... Я предложил чуть-чуть уточнить инструментарий, и говоришь, ты опять все там свое... Ты подвел основание, но слово основание и причина, это все равно как бы из того вот старого... Ну из того, но там есть различия. Можно еще как бы какие-то различия вводить. То есть тонкость инструментария, это, так сказать, количество различий. Вот, ну ладно, не суть. Я к тому говорю, что всякое самоочреждение позитивно. Феноменология и подобные учения, они как бы занимаются охотой на ведьм. Они, ну как бы сказать, считают, что все плохо у нас. Что мы как бы где-то совершили ошибку. Что мы пошли, не знаю, не по какому-то не тому пути. Или загнаны в какую-то клетку. В то время как, на самом деле, надо сказать «да» тому, что произошло. Это самоочреждение, и мышление в том числе, и человека, и в виде того вот субъекта актов, это все, ну что-то хорошее. Вот как-то так. А знаешь, как на самом деле феноменология использует свой метод для того, чтобы избежать неправильных понятий? Оно как раз пытается везде найти различия. То есть оно ставит, вот, классическая философия, да, везде пытается найти то, что-то, начиная с Пальменида, оно исключительно ищет то, что-то. Но мы знаем, что то, что всегда просто найти, да? Весь мир делится на белые и небелые. И как бы с точки зрения всего мира будет, как бы там, весь мир расколется на две части, белые и небелые. Ну и много ли нам дает информации такое разбиение? Немного. Помнишь, я говорил про то, что вот, в отличие от белого и небелого, бытие и небытие дает очень интересное избиение, да? Здесь симметрия не получается, как с белым и небелым, да? Потому что небытия не существует, как бы, отбрасывается, и все есть бытие. И сразу все становится одним, единым. То есть в каком-то смысле здесь совершается некий обман логики. То есть логика сама, не логика сама себя обманывает, а человек, который мыслит логически, сам себя обманывает. Он хочет обмануться, да? Он хочет прийти к некому единству и сам находит способ, каким к нему приходит. И вдруг радуется, что вот, на самом деле, это единство и есть сама реальность. Потом это же рассуждение переходит на вопрос о Боге, но мы его сейчас не будем поднимать. Но в некотором отношении... Так и иначе, как бы он самоучредил себя единым. Если бы он сам себе не поверил, понимаешь? Вот я об этом и хочу сказать. Это же была... Вот представь себе, вот такой проект, да? Проект, там, миллионы лет длился. Надо было поверить в то, что ты единый. И люди, как бы, развивали понятия, понимаешь? Развивали диалектическую логику, там, все что угодно. Ставили тожество превыше различий. Все ради того, чтобы свести все воедино. Это раз. Потом приходят французы и говорят, нет, все различие. Это раз. А второй подход состоит в том, что отказываются от тожества, потому что говорят, что тожество репрессирует различие. Ну, мы не будем таких красивых, но мы это говорим. А суть-то ведь состоит в том, что тожество не усматривает. Всякое тожество есть тожество различного. Оно это различие уводит... Оно уничтожит. Да, оно уничтожит, а то оно есть. Хотя оно есть, да? Правильно? Но оно только в виде тот единства, который получается. А именно, как будто бы получается некое одно. Но на самом деле это одно объединено из разного. И эти разные как были разные, так и они остались разными. Так вот, как раз если теперь свет перевести на вот это различное, всякое тожество, то можно усмотреть, что тожество здесь всегда логическое только тожество. Это некое вторичное... Все, что логическим является, оно всегда вторичное. Первичным всегда является различие. Потому что то, что есть сущее, оно всегда отличается от другого сущего. А то, что есть в двух сущих одинаковое, это есть только наш вывод логический Ты же успел федоменологию достать, интересно Ты же так ее не любил Федоменологию Да это же вопрос Я занимаюсь философией, а не определением Ну вот смотри, а вот представь себе ситуацию Вот у нас, допустим, есть множество субъектов фактов Про которых мы говорили Субъект письма, речи, субъект питания, еще что-то В чем бы состояла не тоталитарность? Дать им всем как бы побыть различными субъектами? Нет Это пока к вопросу о субъектах здесь еще переход Я понимаю, что ты закрываешь Мы сейчас вернемся вперед, обратно Мы вернемся, я просто пробросы таки делаю Я к тому, что вот это вот я, оно и есть пример тоталитарности Оно и есть Да, именно так То есть, понимаешь, возможно, возможно Вот это я, да, о котором мы говорим, как я Возможно, реальность его состоит только как понятие Более того, что в прошлый раз мы говорили Мы говорили, что Да, то есть мы же в прошлый раз говорили, что Внутренняя структура вот этого я, внутренняя структура сознания и заморф на структуре социума Вот какой у нас сильный вывод был Вот тебе как бы и тоталитарность Иерархия, государство, власть Ну ладно, да, все Возвращаемся Да, возвращаемся Как бы мы сейчас пытаемся разработать подход К тому, что вот мы говорим, что различия перевищены И, собственно, вся не классическая философия, да, и постклассическая философия Она с этого начинает Она критикует Гегеля с этой стороны Она не говорит, что Гегель там в своих выводах в чем-то там не брак Она говорит просто о том, что подход Его подход, ставящий на тождество, да, и репрессирующий различия Этот подход не оправдан, да, потому что благодаря этому подходу Многое что уходит в тень, да, многое что, что важно Вообще говоря, если совсем точно быть Вот, ну, как бы грамотная постклассическая философия Типа там Дорида говорит, что Это стратегия всякого мышления Всякого мышления И неизбежная стратегия То есть мышление не может мыслить иначе Вот Но при этом, как бы, мы все равно, так сказать, ностальгируем По этому различию Но в мышлении Дать ему слово, оправдать его Воздать ему должное Мы все равно никогда не сможем В этом, как бы, некий тупик Тупик есть Но Этот тупик решается Тем способом, что мы обладаем еще одной способностью к перемышлению А именно языком А вот в языке можно подвесить совершенно различные вещи Можно, как бы Язык позволяет нам быть шире, чем мышление Я уж не знаю, каким образом Но язык, это не тождественное мышление Он шире И в каком-то смысле Если посмотреть на эту постклассическую философию Она все больше и больше превращается в литературу Потому что она пытается, как бы, путать этого мышления, о котором ты говоришь Порвать, да, и выйти куда-то вовне Помнишь, мы разговаривали о тоталитарности мышления? Разговоры давние такие Да, да Что мышление тоталитарное И оно все делает мышлением Ну вот Потому что оно, в принципе, как бы заточено на это единство и то же Но с этой целью создавалось, как мы сейчас поняли Мы не говорим о тоталитарности языка тогда Ну, да Потом возникает тоталитарность языка, да Именно так Есть и такое И как раз с тоталитарностью языка уже борется, допустим Если есть один тоталитарный режим Все, что можно, продаться другому Понятное дело, что самое широкое основание Это, условно говоря, некое чувствование, что ли Да, вот, как бы мир открытый в своей непосредственности Но там уже просто Вплоть до того, что я думаю, что мы можем дойти до тоталитарности опыта Вот И возмущаться тому, почему мы видим вот это, как бы Как это у Деррида было такое, С.А. Левинаси Насилие света Вот Что вот как Хватит это терпеть, да? Да, да, хватит это терпеть Да, это как Жерезновский говорит Хватит это терпеть Ведь в каком-то смысле все же уникальное Каждая секунда уникальна, понимаешь? А мы же как бы все это как-то сводим Электарность времени, почему только вперед? Не-не-не, допустим Вы видите вещи такими, какими вы их видите Хватит это терпеть Да И Жерезновского Ну Понимаешь, здесь на самом деле не шуточный вопрос Вопрос-то Сводится не к тому, что можем мы это или нет Надо просто двигаться Какое-то В каком-то вопрошании А дальше там смотреть уже Получается ли там продвинуться или нет Если не получается, ну значит не получается Значит надо как бы остановиться на чем-то И там Ну и как бы С этой ситуацией того На каком уровне остановимся Можно уже потом разбираться с помощью мышления Там аккуратненько как-то раскладывать Но я же предлагаю зафиксировать Саму феноменальность сознания Исходя в языке ее как-то зафиксировать Что является в данном случае фактами Что мы знаем Как о сознании Как о фактах Почему вообще Пошел разговор о проблеме Ну языка Или способ описания Или вообще разговор о различии Мне кажется, что Вот в этом субъекте Проживания Когда я всякий раз пытаюсь Какое-то различие внести Что всякий раз Это различие как-то отталкивается То есть всякий Вот, например Можно сказать, что В опыте В этом внутреннем опыте Проживания времени Присутствует некий субъект И сразу странно становится Если присутствует субъект То сразу разговор возникает А что этот субъект делает? Как он в этом проживании Наступает как некая причина? Какова его причинность? Какой ряд причинностей он создает? Но мы понимаем Что если там субъекты присутствуют То он присутствует не в виде даже причин Он как-то по-другому там присутствует Я пытался это сформулировать В виде слова свидетельствует Вот субъект Который присутствует В проживании себя Или проживании времени Он там свидетельствует Саму ситуацию Но слово свидетельствует Я не знаю Удается ли с помощью него удержать Смысл того, о чем говорится Ну да, вроде свидетельствует Это не является, наверное, актом Наверное, но Это же непонятно Вроде передается неким глаголом Всякие глаголы это действия Свидетельствует не это акт или не акт То есть сознание Вот, например, если мы говорим Что субъект проживания является Субъектом сознания То сознание это что? Действие? Если это действие То чем отличается субъект проживания От субъекта актов? И там, и там действие Ну пока у нас как-то получалось двояко С одной стороны Он является как-то таким Субъектом-наблюдателем Да, свидетель ты говоришь То есть наблюдатель Ну вот как, допустим, в классической физике Был такой наблюдатель Который, так сказать, наблюдает Как бы не вмешивается Просто действительно свидетельствует Но при этом без него Как бы с философской точки зрения То есть они может и происходили бы без него Но в то же время Как бы кто бы о них знал То есть он все равно нужен В постклассической физике Уже там вот Должны быть наблюдаемые величины Должны быть вот этот Возможные наблюдатели И так далее Такая всякая глупость Но в другой постклассической физике Неверативистская квантовая Там уже как бы субъект Если уж наблюдает То обязательно Не просто наблюдает Но и что-нибудь там Подпортит Да Внесет Как прибор Вот Поэтому Тут как бы непонятно Потому что с одной стороны Мы хотели Мы видим, что у нас Из просто Из этого проживания Я напомню У нас есть опыт Проживания себя Проживания времени Который как бы Абсолютно безволен Вот Который действительно Чистое наблюдение Чистого времени Должно говорить проживание Проживание Наблюдение это тоже вроде какой-то ад Да Чистое проживание Вот Но как оно фиксируется При этом При этом При этом В то же время Когда мы начинаем Рассуждать о том Как Он должен соотноситься С субъектами этих актов Говорить про самоучреждение Про там Про множество этих субъектов Актов и так далее У нас начинаются разговоры Что он их как-то там Организует Он их как-то там Упорядочит Он их как-то собирает Он кому-то там дает слово И так далее И тут он уже как бы валит Да Каким-то образом Да Он является каким-то действующим Он не просто наблюдатель Вот Это как какое-то логическое противоречие Вот И явная какая-то неясность Вот скорее неясность Потому что противоречия здесь нет Потому что мы же исходим из того Противоречие не есть плохо Опять же Не обязательно что-то Противоречие у нас только логическое В смысле нашего рассуждения В смысле реальности Оно ведь так и есть Все-таки я каким-то образом управляюсь Всеми этими процессами Оно может там Контролировать себя Да Субъект как-то может действовать Конечно Как-то там Оно может иногда прорываться Допустим И совершать Как у нас совершаются Какие-то действия Неевольные Как мы называем Но тем не менее Мы же все-таки Можем себя сдерживать Мы можем себя Как-то там контролировать То есть здесь все-таки Некая борьба Внутри нас присутствует То есть мы на самом деле То есть я Вот это я Как субъект проживания Он может как-то Контролировать субъект как-то Если это различие Если мы будем держаться Этого различия Вот так мы говорим Вопрос еще такой Как бы Это возможная схема Тоже Но Наверное неправильная Ну допустим Вот Могло бы ли быть так Что вот субъекты актов Борются между собой Вот И как-то там Друг друга Подтесняют А он бы опять же Только бы наблюдал То есть скажем То что мы Принимаем За свою волю Есть воля Как бы Давлеющего субъекта Допустим Мы валим Философствовать Бесы Не могут быть все Бесы Мы тогда Обеспечивая Опять же Как один Субъект Ставит одну Цель Другой Другую Вот мы Допустим Ставим себе Цель Сейчас философствовать А не Играть в игру Вот Но это Ставит Эту цель Философствующий Субъект Понимаешь Тот который Хочет философствовать А тот который Хочет играть параллельно ставит другую цель. И они как бы борются, меряются силами. Или это все-таки реально существует какой-то отдельный, так сказать, субъект, не субъект, какой-то орган контролирующий, который решает. Я так, поскольку, возвожу субъект проживания к этому морали, да, кто контролирует, кто говорит о том, что он должен держаться в некой моральности, кто заставляет нас сдерживаться. Почему мы не поддаемся некому произволу, внутреннему, как бы, хотели, там, своей волею? Почему мы себя сдерживаем? Откуда берется вообще требование быть моральным? Другой. Другой. Так а откуда, вот, смотри, вот, для того, чтобы появился другой, вся эта разумность появилась, все равно это должен быть способ, каким эта разумность может стать реальностью. Вот, ты вот можешь сказать коту, что вот другие коты существуют, допустим, нельзя вот просто есть, надо пойти эту пищу раздать котам, он все равно не поймет. Понимаешь, потому что у него нет условий реализации вот этой возможности, да, отнестись с другим котам равноправно. А у человека эта возможность есть. То есть, я считаю, что вот этот контролирующий субъект, он именно является контролирующим. То есть, он совершает, вот, он ставит цели, и он движет весь, всего человека. И он от всего человека, как представитель, вот, мы говорили о том, что человек есть маленький, маленький социум, вот, как представитель этого маленького социума, от всего, и у него, как всего организма представляет его в реальности, да, он отвечает за все поступки, он, как бы, отвечает за сохранность этого организма, он решает, что и как надо делать и так далее. Конечно, могут быть, как мы говорили, у субъектов актов, точнее, несколько субъектов актов могут противоречить друг другу, и может разразиться внутри некий хаос, некая война. В принципе, эта война может и развалить весь организм, если и субъект проживания не сможет правильно лавировать. Так, чтобы и нашим, и вашим, если у него одни, например, порывы, они, допустим, ему кажутся неправильными, есть другие порывы, которые кажутся правильными. Если он и нашим, и вашим будет, и этим, и бесам давать свою пищу, и ангелам, то есть он может все это, несмотря на то, что... У него все будут ангелы, как у меня. Только ангелы, или у Игоря Старкрафта, он же не считает что это бесы. Ну давайте вернемся к сознанию, что я пытаюсь сказать. И вот когда я говорю, что внимание и сознание одно и то же, я имею в виду, что не то, что эти слова отображают что-то одно в смысле объекта, а то, что эти слова характеризуют нечто одно. Вот есть нечто как бы одно, может быть оно не одно, может оно и сложное, но вот какое-то есть явление, которое мы сейчас предварительно называем сознание. Я хочу сказать, что вот это внимание, как будто как другое слово и относится к другому, оно на самом деле, хочу сказать, что относится сюда же. Вот как корзинка, мы говорим сознание, это некая корзинка, мы сюда собираем феномены. Вот мы берем сознание, кинули один феномен, раз смотрим, рядом, допустим, слово свидетельствование, кинули второй феномен, раз третий феномен, а именно внимание. Вот эти вот все слова, они относятся к чему-то одному. Даже если это одно и многосоставно, неизвестно как. Что это за одно, пока мы не знаем. Может оно и не одно, может оно тоже вот так вот как-то раскладывается. Но ясно, что сознание, свидетельствование и внимание относятся не к субъекту акта. Вот что ясно. Это да, внимание я тоже чувствую, что не к субъекту акта. Потому что ну что, он там как бы направлен себе туда, куда направлен и все. Да просто это же больше объяснить. Вот есть картина, которая перед нами каждый раз создается. Вот она создается субъектом акта. Просто это непрерывный акт такой, да? А вот выхватывать фрагменты из этой картины, да, и там направлять внимание на что-то одно, там сосредотачивать внимание, там, это как бы некое другое действие внутри вот этого акта. То есть вот есть как бы некая постоянная активность, которая создает весь мир вокруг нас, да? Ну да, то есть понятно, как субъект актов воспринимает нечто там интенсиональное и так далее. Но непонятно, кто, так сказать, направляет его, вот, воспринимает туда или сюда, или сосредотачивается на одном субъекте, допустим, зрения, или на другом слуха и так далее. То есть... Но здесь есть сложность, потому что если, допустим, древеский звук, непроизвольный поворачивающий звук, есть ли какая-то вдруг напряженность или опасность, да, там, или что-то ёркнуло там, сердце, что называется. То есть нельзя сказать, что вот это вот внимание контролируется полностью только субъектом актова. Оно каком-то... Это вот... Мы как бы перехватываем вот внимание, мы перехватываем управление этим вниманием. Мы, имею в виду я, вот как-то перехватывает управление, но оно не всегда им владеет. Опять же, к этому относятся вот сильные переживания. Вот если, допустим, сильное переживание, страх, сердце как бы падает, да, и полностью парализует. Ты просто не знаешь, что делать. Да не можешь, не думай, ничего не можешь. Ты просто находишься вот буквально в таком состоянии... Или ужас, да. Или, в принципе, там вот эта захваченность чем-то, да, там, не знаю, каким-нибудь кинематографом, там, не знаю, ну, чем угодно, да, когда там твое внимание захвачено, и ты вроде как им не управляешь. Да, да, да. Смотришь, так сказать, и смотришь. То есть, поэтому здесь все как-то переходит и перетекает. Возможно ли вообще здесь какие-то различия провести, которые были бы онтологическими, да? Потому что похоже, что наш организм — это вот такое многосложное целое, где вот так вот просто вот так вот границы и расставив вот так вот точно и четко, мы не сможем ничего выделить. Мы можем только взять какие-то... рассмотреть какие-то аспекты того, как... что такое сознание, как оно работает, да, и в этих аспектах его указать, что вот здесь вот так вот, а вот здесь по-другому. То есть мы можем каждый раз различия указывать с определенной ограниченностью нашего различения. Потому что есть ситуации, когда это различение будет другим. Когда субъект акта будет перехватывать, и внимание будет перехватывать, и даже это будет полностью брать под контроль вообще все. Вот представьте себе, что человек по лбухам, вот есть такое понятие, да, полностью. Ему вообще все равно. Но он же идет куда-то, да, он же не бросает, он как бы движется, как бы... Все, это все равно... Веревочку намыливает. Нет, дело даже не то, что веревочку намыливает. Часто есть ситуации, между прочим, очень странные, когда надо, вот допустим... Ну, я не знаю, там... Намылить веревочку? Нет, таких. Вот, никаких сил нет. Нет. Вот такие вот ситуации. Вот, допустим, летит на тебя машина. Ты там сколько угодно можешь думать, о чем-то рассуждать, но там вопрос состоит в том, что либо ты отскочишь, либо нет. Если ты отдашь свое внимание к субъекту акту, он сможет среагировать. Если не знаешь, как он реагирует, но он может. Почему-то он может. А ты не сможешь, если ты будешь как сам, как я, будешь пытаться среагировать, ты не сможешь это сделать. Потому что я нужно время. То есть я, в принципе, как бы, вот оно такое, как бы... Инертное. Вот это хорошо знают всякого рода воины, да, всякие вот люди, которые занимаются единоборствами. Потому что для того, чтобы среагировать и отразить какой-нибудь удар, надо просто отказаться от мышления. Они специально медитируют, да, вот эти буддельские. Слушай, я неравно просто читала на Хатхандре, кстати, через Хатхандр статью, там такая фраза была, что, ну, в общем, хороший результат, результативность, равно потенциал минус вмешательство. И там это все разбиралось, как раз на примере, то ли ты не сестра, то ли ты что-то такое, когда нужно просто забыть о том, что ты делаешь. И просто, просто как бы, вот мячик летит, и просто дай тебе, ну, не знаю, команду просто отбить. И ты просто возьмешь и отобьешь, что ли? Это все понятно, да? Да, думать о том, что ты боишься мячиков, что вот это такое... Здесь есть другая крайность, да. Если полностью отдать управление, как бы, вот это субъекту актов, то вот это вот я наше, да, оно будет все больше и больше регрессировать. Я не знаю, тут есть какая-то чаша весов, да. Чем больше мы отдаем управление субъекту актов, тем меньше нам остается самим что-то управлять, чем-то управлять. А ведь вопрос всегда идет о том, воле власти всегда вопрос идет о том, мы управляем ли мы, что мы еще хотим, в принципе, добиться? Мы хотим добиться полного владения собой. Если мы полностью отдаем все субъекту актов, мы собой-то не владеем, это уже не мы же работаем, это же просто вот организм, как бы так, как машина работает. Ну, можно машинизму полностью отдаться, да. И машина, конечно, работает лучше, чем если бы мы вмешивались в этот автоматизм. В другом чуть-чуть проблема. Соня, ну представь себе, так сказать, вот этот теннисист, да? А вдруг на него там летит пачка миллион долларов, завязанная. А он автоматически ее отобьет. Вот этого надо избежать. Слушай, нельзя отбивать все, все подряд. Разжутно, не доводи. Не, не, я серьезно. Серьезно. Серьезно, серьезно. Он просто будет отбивать мячики бесконечно, если ему дать волю, понимаешь? Нет, ну он будет делать то, что он делает, бесконечно. Ну вот, например, давайте к этому подойдем, не с такими примерами. Вот есть у нас другой пример. Вот, допустим, речь. Я просто беру свой собственный пример. Я до некоторого времени не мог говорить публично. В принципе, было тяжело. Уж не знаю. Я, допустим, мог понять, что я хочу сказать, и у меня был замысел того, что я хочу высказать. То есть, а когда вставал и начинал говорить, и говорил вообще непонятно, что. И то, что я хотел сказать, никак не соответствовало... Тогда был очень высокий, такой голос. Вот, не соответствовало. Дело не очень стеснялся. Нет, дело не в этом. Дело не в стеснении. Дело не в том, дело в том, что... Пробуй про голос. Да и про голос. Ну давайте не превращать все в бардак. Мы никогда тогда не дойдем, и так будем скатываться. Нашу деструкцию, да. Да. Мы так будем постоянно в какую-то мере ерунду скатываться, и все. Когда вы с Игорьевны... С Игорьевны... С Игорьевны... Через другой способ подойти к этим феноменам, иначе как обсуждать многообразие нашей жизни, невозможно. Потому что я же говорю, что если мы берем просто строгие термины логические, сказать уже больше ничего нельзя, кроме того, что уже сказано. Ну что, бесполезно к этому тогда двигаться. И поэтому я и спрашиваю, что может быть мы просто феномен-то пропустили, собственно. И пытаюсь сейчас к этому феномену подойти с другой стороны. Вот мы берем многообразие опыта, и пытаемся понять, как феномен сознания в нем проявляется. И может быть из этого проявления можно будет понять, как надо, собственно, и выстроить. Боялся говорить публично. Не боялся. То-то и состоит вещь, что не боялся я, не мог. Не понятно, что происходило. Я вставал, вот я хотел что-то сказать. И даже, допустим, народу было мало. Дело не в том, что боялся, даже не боялся. Факт состоял в том, что то, что я хотел сказать, не соответствовало тому, что я говорил. А почему это происходило? Потому что субъект говорения и субъект внутреннего мышления, субъект понимания, это разные, они разные. Они не могут друг другу так очень запросто передать смысл. Они должны, это требует некого научения. Вот, например, я сейчас говорю, и я понимаю, я когда слушаю свою речь потом, я понимаю, что моя речь иногда выстроена неправильно. Есть какие-то обрывы, есть какие-то сколы, падежи иногда неправильно расставлены. Откуда это происходит? Я этого, когда говорю, не замечаю. Но, тем не менее, это случается. Но я как бы двигаюсь некому, ну, как совершенствуюсь каждый раз. Каждый раз у меня получается лучше. То есть требуется некий процесс научения для того, чтобы научиться даже просто говорить. не говорить в смысле начала жизни, а говорить в смысле выражать свои мысли. Вот у меня есть некие мысли, я хочу их выразить, чтобы научиться. Выражать свои мысли точно требуется достаточно долгое научение. А у нас же складываются впечатления, и в культуре это разлито, что любой человек может встать и сразу начать говорить, и сразу начнет выражать те мысли, которые он хочет высказать. Но это не так просто. Вот это вот, это изначально не так. И как бы, если любой человек посмотрит на свой опыт, он понимает, что это не так. Другое же, есть очень много примеров, когда люди очень хорошо пишут, опять же, мы много раз разобирали, а плохо говорят. Или наоборот, хорошо говорят, а плохо пишут. Все эти вещи относятся к тому, что, как мы говорили, что субъектов много, и что у субъекта письма, говорение, субъект понимания, это все разные субъекты. И как они с собой связаны, это непонятно. Но они как-то могут научиться с собой, с друг другом, как-то контактировать, как-то с друг другом связываться. Чего я тут пытаюсь подвести? Я пытаюсь подвести, вот у нас есть феномен сознания. Можно было бы считать, что у феномена сознания есть тоже свой субъект. Еще среди прочих субъектов есть феномен сознания, что сознание это есть некие акты, что есть субъект сознания, и вот он свидетельствует. Предметом этого свидетельства не являются сами эти акты, или как бы, как внимание. В качестве внимания могут субъекты, то есть объектами сознания может быть сама реальность. И самое что интересное, что философии классической, и даже не классической, даже и постклассической, я часто наблюдаю, что различия между понятием сознания и мышления нет. Говорят о мышлении, подразумевают сознание, говорят о сознании, подразумевают мышление. Вот, например, опять же, возвращаясь к Декарту. Я тут взял драктат и почитал. Оказывается, он считает, что он называет мышлением любой акт, даже чувствование, говорение и так далее, если он осознается, если он понимается. То есть получается, что же? Основой мышления является тогда сознание? Я не знаю, понимает ли он различия. Но я посмотрел в тексте латинском, это разные слова. Сознание и мышление, это слова разные. Суть в чем состоит? Суть в том, что в ближайшем образом надо отличить мышление и сознание. В ближайшем образом. И чтобы его различить, надо как-то вступить и понять, в чем состоит феномен сознания, и что такое сознание, если это является актами. И в чем состоит феномен мышления? В чем у них коренное различие? Например, могу сказать первое, что мне приходит в голову, что, например, я не могу заставить себя мысль. Вышление либо есть, если возникает удачное, ну, допустим, я что-то говорю, и у меня возникают некие мысли, либо его нет. То есть в каком-то отношении я не могу себя заставить как-то вот так вот просто сесть и начать мысль, это невозможно сделать. То есть мысли как-то не совсем та среда, которую можно контролировать. Но сознание – это та среда, которую я могу контролировать. Я могу, конечно, могу попасть в ситуацию, когда сознания нет. То есть отвлечься от чего-нибудь, или, как ты говоришь, что-то заинтересоваться, например, захватиться фирмом, и полностью забыть о всем остальном. Это может в ситуацию только попасть. Но тем не менее, всякий раз я как-то вот… Это сознание – это и есть то, чем я действительно владею. Что я действительно могу всякий раз начать и направить свое сознание туда, куда нужно. Почему я и говорю, что внимание и сознание – это феномен один. То есть направить свое внимание или начать что-то сознавать – это один феномен. Другое дело, что когда мы говорим о внимании, мы обычно говорим, когда мы упираемся в некие объекты. Ну, внимание-то направить можно, а вот сосредоточиться. Ну, нужно сосредотачивать внимание. Бывает, знаешь, что трудно сосредоточиться людям. Вот. Ну, может быть, не тебе, да? Ну, множество. Не, ну, я согласен. Ну, допустим, у нас сидят, вот там школьник, допустим, сидит перед задачами какими-то, да? Так это относится к мышлению или к сознанию? Трудно сосредоточиться. Это что такое? Фактор мышления или фактор сознания? Может, это все-таки фактор мышления? Дело не в том, что как бы ему трудно начать мыслить, а дело в том, что он просто как бы действительно не сосредотачивается на том предмете, к которому как бы по идее должен быть обращен. Ну, то есть он просто, допустим, не делает домашнюю работу. Он смотрит туда, смотрит в окно, еще куда-то смотрит. Он не то чтобы не думает, он даже как бы не обращен толком к тому, чтобы мыслить. Нет? Или все-таки здесь смешанно и трудно? Да не, тут непонятно просто. Я же говорю, что вот... Давай придумаем что-нибудь, где нужно сосредоточить внимание, но не на мышлении. Ну, на восприятии же тоже бывает. Ну, допустим, ты смотришь фильм, а что-то тебя отвлекает там, да? Ну, какие-то там мысли. Мысли, опять же. Нет, можно внутри... Внутри фильма можно на чем-то сосредоточиться. Например, на игре, определенном отсутствии. Нет, ну, и даже не внутри. Нет, ну, допустим, музыка играет у тебя... Ну, я не знаю. Нет, понятно, что ты можешь быть не сосредоточен на этом, но бывает же, когда и трудно сосредоточиться. А, ну вот, допустим, ты засыпаешь, и при этом как бы пытаешься читать. Ну, ты засыпаешь, и ты как бы делаешь усилия, чтобы сосредоточиться на тексте. Бывает такое? Причем не обязательно на мышлении. Это может быть художественный текст, понимаешь, это может быть просто повествование. Тебе нужно сосредоточиться на том мире, который тебе как бы пытаются там обрисовать, а ты не можешь. Вот. Ну, или можешь, но это требует усилий. Ну, ты немножко физиологию палецкой нашли. Почему физиологию? Если засыпаешь, это не в смысле физиологического, а в смысле того, что тебе как бы, ну, допустим, неинтересно то, что там происходит. Не обязательно ты засыпаешь. В принципе, ты читаешь книжку, а тебе как бы, ну, вот... Не хочется еще. Ну, школьники, опять же, так же читают, понимаешь, они читают, да и я так иногда читал, понимаешь, ты читаешь, а потом через три страницы думаешь, а что я только что прочитал? И оказывается, что ты как бы даже это... Не помнишь ни одному слову или повороту, которые там были. Я там пытаюсь как бы, как будто жить на опыт. Какие-то жизненные ситуации. Ну, мне вот интересно, в связи с этим, вот ты сейчас что-то говоришь, а каким способом я воспринимаю то, что ты говоришь? Не знаю, каким. Я надеюсь, правильно. Дело не в этом дело. Как происходит понимание? Вот ты что-то говоришь. Ну, ты какому-то опыту адресуешься своему, видимо. Не, я тебе могу сказать... Воспроизводишь эту ситуацию. Я тебе могу сказать, что вот есть странная ситуация, которую я уже давно наблюдаю, как с того момента и начали на камеру снимать. Когда включена камера, внимание как-то вот так вот раздвоено. И сейчас внимание все равно остается там. Мне нравится, что такое было, сейчас нет. Где там? Ну, на камере. На камере. Как-то ты помнишь, что... Ты помнишь, что она включена? Да. Есть такое. Это если она на тебя направлена, а если она на тебя не направлена, ты не помнишь? Нет, ну, есть такое, но это тоже как бы люди со временем изживают. Достаточно. Дело не в этом. Дело в том, что получается что? Ну, ты что-то говоришь, тем не менее, то, что ты говоришь, я ухватываю. То есть, внимание может быть раздвоенным получается, да? Может быть, да. А может быть и расстроенным и так далее. Да, да. То есть, можно слушать музыку, внимать музыку, можно там читать книгу и одновременно там еще что-то ковырять в тихончик. Ну, да. Это сложно, но можно. Говорят, что цезарь якобы мог сколько там? Ну, да. Три дела одновременно. Да, да. То есть, в этом как бы нет ничего невозможного. То есть, внимание это не нечто одно. Ну, да. Да. Просто осознание это одно. Осознание? Кто знает? А что такое сознание? Он тебя не слышит. Нет, я слушаю. Ну, допустим, когда мы что-то сознаем, можем ли, допустим, вот мысль сознавать, например, одно, в то же время что-то делать, другое, и может быть еще там что-то третье. Ну, наверное, можем. Что значит сознавать? Вот как раз вопрос о том, вот есть глагол сознавать, что он означает. Потому что... Ну, действительно, легко его понять, как глагол понимать. Да, как мышление. Да, как мышление. Ну, на самом деле, мне кажется, что тут есть некое смешение, да, смысл. Но, может быть, это смешение смысла имеет основание. Может быть, когда... Может быть, каким-то образом сознание может использовать мышление в своих целах. Может быть, мы говорим «сознавать», да, и подразумеваем, что мысль. Может быть, это смешение, оно не зря возникает. Это не просто, как бы, неправильное словоупотребление, а это, может быть, практика такая. Ну, те же, как бы, французы, они, вот, если говорят про различие, там, какой-нибудь передает дифференцию, они говорят про какое-то различие, которое, словно говоря, ну, как бы, неухватываемо, да, которое, вот, как бы, оно есть, и в то же время, как бы, оно никогда и не есть. Просто, вот, может быть, допустим, такая ситуация, что что-то с чем-то различно, но при этом, как бы, развести их невозможно. Ну, например, например, как бы, ну, это вообще другой пример, но есть, допустим, там, в современной физике эти кварки, да, эта ситуация конфаймента, когда вот говорят, что частица состоит из нескольких кварков, но разбить ее на кварки невозможно, потому что, как бы, ты разбиваешь ее на кварки, возникает несколько частиц, которые тоже из кварков, ну, короче, ну, это, 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 как бы, даже не аналогия, это просто, как бы, я понимаю, но суть в том, что, есть, допустим, сознание и мышление, может быть, это действительно нечто разное, сознавать и мысли, но при этом, может быть, они не могут существовать друг без друга, ну, то есть, вот такой парадокс, вот, мы, казалось бы, не должны были бы их различать, поль скоро, как бы, одно без другого не существует. Я так как раз другому хочу сказать, я хочу сказать, что всякий раз, когда мы хотим, всякий раз, когда, как правильно так говорить, что сознание, мне это основная интенция, которую я хочу передать, что есть некое переживание, но всякий раз, когда это переживание становится действием, точнее, всякий раз, когда возникает из этого переживание действие, как оно вырастает из переживания, то всякий раз этим действием является только мышление, других действий-то нет. То есть, оно является сознанием, как вот это вот пятно, Внимание, да, как переживание. Но всякий раз, когда это переживание как будто бы становится актом, то вот этим актом является не что иное, как мышление. Но слово-то одно, потому что сознание вызывает это мышление. То есть что значит «сознать»? Я перевожу внимание на что-либо, да? И в связи с этим вниманием возникает процесс мышления. Можно было бы сказать так, по поводу их связанности и того, что одно не существует без другого. В том плане, что, допустим, если есть причины, она не может быть без следствия. И следствие не может быть без причин. Но это классический наш разговор опять же. И они вот здесь выступают в таком же виде. И сознание, тут же есть как бы мышление, как реакция, как следствие, как действие. С другой стороны, сознание же может быть, а мышление еще нет. Все-таки так. А как так? А в чувстве, допустим, ты можешь просто наблюдать вещи и ни о чем не думать. Так ты только что говорил, что любое действие есть мышление. Нет. В каком-то смысле нет. Но есть действие восприятия. А действие может не быть, да? Нет, ну вот глаза-то открыты, мир уже есть как-то. Вот мы его воспринимаем. Но мы можем же осознавать, что сидим, что вот я здесь сижу как-то там, что это я. В каком-то, скажем так, я могу проживать объекты внешнего мира, да, переключить внимание на них, не на себя. Я могу, смотри, вот есть опыт проживания самого себя во времени. Ну, есть же опыт проживания чего-то другого во времени. Я внимание отдаю, допустим, объекту, который передо мной, и проживаю его во времени. Хотя я проживаю как бы себя, но внимание там, внимание не внутри. Я могу внимание переключить на себя и проживать его внутри себя. А могу внимание переключить на объект и проживать объект точно так же. Проживание то же самое, только внимание либо на себе сосредоточено, либо на объекте. И это мы называем сознанием. Когда мы на что-то сосредоточим, мы сознаем, что вот мы сосредоточены на этом объекте, допустим. Но мышление может не быть. А может включиться мышление, что вот эта вот чашка, что в чашке лежит одно, второе, третье. Причем не обязательно в словесной форме, просто как бы доязыковая форма мышления. То есть мышление может быть доязыковым. Оно может быть доязыковым? Надо вот это вот понять еще. Ну да, да. Потому что я с одним человеком спорил, а он считал, что мышление это чисто языковое. Не, но с точки зрения вот этой классики, да, и с точки зрения того же Декарта, может быть, то есть вот есть, условно говоря, даже какое-то автоматическое мышление. То есть вот все, что как... Ну, если вспомнить, там, восприятие. Вот, не чувствую достойность, а восприятие у Гегеля. Вот все это наше восприятие, как бы, со всеми этими опосредованиями. Что такое опосредование? Как не деятельность какого-то такого автоматического предмышления. То есть, ну, это не феноменологическая точка зрения, это как бы, ну, какая-то другая точка зрения, которая говорит, что у нас уже, как бы, мышление идет, так сказать, полным ходом, ежесекундно, и все, что мы имеем, мы имеем благодаря какому-то вот такому, как, не знаю, какие-то подводные воды, как какой-то такой поток, идущему мышлению, неосознанному мышлению. Потому что, если мышление – это акты, то это не зависит не от тебя, а зависит от субъекта актов, да, субъекта актов мышления. Поэтому мышление есть постоянно. То есть, даже, как бы… Хотим мы того или не хотим, оно просто постоянно есть. Вот есть восприятие, и на фоне восприятия есть мышление. И различение мышления и восприятия в этом смысле – это неоправданное различие. Как будто бы есть сначала только восприятие, а потом, как бы, там, это благодаря опыту появляется вдруг мышление, мы приобретаем такое новое свойство. На самом деле не так. Это вот нечто одновременное. То есть, сам мир, вот я об этом тоже рассуждал, сам мир является одновременно миром, который доступен восприятию и доступен мышлению. То есть, мир таков. И поэтому у нас, соответственно, соответствующие есть способности. То есть, поскольку в мире то, что может быть осмыслено, и то, что может быть воспринято, различается, поскольку и наши способности различны. То есть, в каком-то смысле мышление, способность мышления, она приспособлена к некой возможности самого мира. И тогда мы вообще, что самое интересное, мы отказываем мышление в качестве такой способности, которая отличает, собственно, человека от, допустим, животного. Потому что мышление – это просто своего рода определенный способ восприятия. Просто есть способ восприятия в буквальном смысле, как, например, чувственное восприятие, а есть способ восприятия как по мысли. Ведь всегда же можно, вот мир так устроен на самом деле, я подозреваю, что и даже животные мысли, можно наблюдать его, очень много опытов поставленных. Допустим, это животное научается, понимает, что если мышка, вот, допустим, кошка, понимает, что если мышка бежала в трубу, что он с другой стороны выскочил. Но это, возможно, только в том случае, если она умеет мыслить. Ну, допустим, можно в одном опыте посчитать, что она просто научилась. Но очень много опытов есть других, где на самом деле действительно животные обладают какими-то начатками мышления. Не говоря уже, как бы, действительно о человеке, который ежесекундно, вот, в самых бытовых своих каких-то действиях, там... Постоянно мыслить. Вот, он постоянно совершает неосознанно такую цепочку проделывает логические каких-то переходов, опосредований, развлечений. Огромные. Это, как бы, все не перечислено. Ну, допустим, ведет человек машину. Это же тоже, как бы, не просто восприятие. Это мышление, принятие решений. Да проще сказать, что мы вообще в языковом живем, в знаковом мире живем. Мы, на самом деле, не воспринимаем не какие-то объекты, мы воспринимаем конкретные тщания, когда мы смысл воспринимаем. Это да. Мы сразу переходим к смыслу. А если мы воспринимаем смысл, это значит, что... Ну, это как бы известно. В знаковом мире мы живем. Да. А есть женское мышление, когда воспринимается не смысл, а смысл смысл. А это как? Это как? Ну, это так. А вот он сказал то-то. Не знаешь, что он сказал то-то? А это значит, что он думает и все такое. Ну, понятно. Ну, это психология. Нет, ну, нет, ну, когда ты ешь дерево, ты тоже думаешь не о дереве, а о том, что он что-то там. Нет. Например, какая-то вещь там. Вот, найти в кармане что-то. Но это значит, что он... Ну, понятно. Просто ты воспринимаешь действие другого. Это просто немножко другие числа. Мышление как знак. Как знак другого. Вот, допустим, он что-то сказал, ты воспринимаешь не то, что он сказал, а воспринимаешь это сказанное как знак чего-то другого. Всех-сего. Ну, это просто другие смыслы, мне кажется. Ну, это психология, в общем-то, в данном случае. Просто мне не нравится слово «зна», как бы затасканное, смысл более нейтральный. Хорошо, можешь говорить про смысл. Мы живем в мире смыслов, а не в мире вещей. Вот так надо сказать. То есть, конечно же, мы вещественность этих смыслов осязаем, мы понимаем, почему, допустим, чайник настоящий есть, а другой чайник воображаем. Ну да, мы при этом еще и различаем смыслы и вещи. Если мышление так понимать, тогда можно вообще отказаться от того, чтобы давать ему особый статус. Тогда получится, что есть некая единая способность отношения к миру. А именно она воспринимающая, чувственно воспринимающая, с одной стороны, а с другой стороны промыслительная или мыслительная. Это вот некая одна способность. Промыслительная – это откуда-то из русской философии, да? Ну как сказать слово? Какая способность? Мыслительная способность? Ну, способность мышления, скажем так. И все это относится просто к восприятию внешнего мира, да? Хотя и внутреннего мира, наверное, ну, в каком-то отношении относится, скажем так, к восприятию. Тогда получается, что сравнивать мышление и сознание будет нельзя. Потому что что тогда будет? Сознание такое. Что значит сознание, к сознанию подключается мышление? Это просто подключается способность воспринимать. Ну, тут нет, все равно можно будет их сравнивать, потому что если это мышление есть некая постоянно работающая вот такая машина мышления, то есть постоянно работающий этот субъект мышления, а сознание, вот это все равно остается, ну как бы сказать, там остается какая-то дискретность, там остаются вот эти вспышки внимания. Вот я хотел сказать, что сознание, что самое интересное, всегда дискретное, мышление, оно непонятно, вот если в смысле восприятия, да, оно не дискретное, мышление есть всегда как-то, но оно есть не в том, не в смысле каких-то глубоких мыслей, а в смысле того, что я смотрю и вижу сразу смысл, вот я просто смотрю и мышление в этом видении уже участвует, потому что я вижу чайник, я не вижу там нечто железное, я вижу сразу чайник, то есть оно сразу участвует в мышлении. Это факт. Мышление участвует в конструировании мира, в этом смысле. Мир для нас есть конкретный человеческий мир, он наполнен смыслом. Ты видишь не совсем сразу чайник. Есть же ситуации, когда ты смотришь чайник и видишь его сразу, что это чайник. Да, так бывает. Но бывают ситуации, когда ты смотришь и сначала не очень понимаешь, что это. Ну все равно как бы это даже в большей степени свидетельствует о том, что так оно и есть. Да, что никакие сдурнения возникают. Ты не опознал, так бы ты воспринял то, что воспринял. А так ты, когда человек достраивает, он видит что-то неопределенное, он тут же достраивает. Как человек обознался, увидел одного человека, а на самом деле думал, что это другой. Он видит в темноте какие-то формы, думает, что это машина или что-то. То он как бы автоматически, даже есть, ну это уже действительно психология, есть опыты, говорящие о том, как человек, допустим, действует, когда он входит в незнакомую комнату. Вот. Оказывается, еще до того, как он войдет в незнакомую комнату, у него есть там какие-то представления о том, как все там должно быть устроено. у него есть некие там проекты, у него есть как бы некие ожидания. Вот. И дальше он просто сверяет их. Он не воспринимает, так сказать, это все. Ну, это немножко другая, наверное, тема. Просто, как бы, если возвращаться к замещанию Софьи, то следует вот что сказать, что действительно, что получается… И нечто мы можем увидеть. Мы, если нечто воспринимаем и не можем понять, что это такое, то это означает, что нам мышление всегда нужно. То есть, если мы чувствуем, что вот есть недостаток информации, чтобы помыслить эту вещь, да, ухватить ее смысл, то мы вот чувствуем некий дискомфорт, да, пытаемся этот смысл все-таки ухватить. То есть, это значит, что мышление всякий раз присутствует, когда мы живем в обычном мире, мы говорим об обычном опыте. То есть, когда философ достраивает опыт тем способом, что есть некое сначала восприятие чувственное, а потом к нему только мышление достраивается, то это все-таки есть как бы некое… вот то, чего я хочу избежать, да, некая попытка построить все как бы по некому шаблону. Сначала должно быть простое, а потом более сложное. А если вот как-то не прибегать никакими шаблонами, никаким методологическим приемом, да, а пытаться посмотреть, как на самом-то деле. На самом деле, получается, что мышление есть сразу. Ну да, ну или как бы немножко по-другому говоря, как мы раньше обсуждали, что феноменологическая ситуация начинается не в чувственной достоверности, а вот именно в восприятии. То есть, восприятие вот во всей своей полноте, с этим мышлением, с уже имеющимися различиями, всеми последователями, это та феноменологическая давность, с которой мы живем. Так, ближайшие давности, да. Мы никогда не видим это, мы никогда как бы не находимся вот в этом каком-то загадочном, не знаю, не аморфном, а каком-то доисторическом, бессловесном, типа эта ночь, потом эта тень. Да, да. Вот это наивном состоянии, это искусственный опыт. Настоящий опыт, тот опыт, откуда мы всегда исходим, это опыт восприятия, в котором мышление очень активно, оно присутствует здесь активно. Но вопрос даже, мы сейчас пытаемся мышление обсуждать, и вопрос для нас-то важен, что такое сознание. Потому что сознание, что самое удивительное, во-первых, я считаю, что это наиболее нам близко, потому что мы ассоциируемся как бы с я сознающим. То есть я сознающий, и в этом опыте проживания себя есть некое сознание. И вообще мы говорим об этом опыте как о самосознании. Я не знаю, что тут слово «само» означает, потому что это тоже своего рода, мне кажется, натяжка. Вот просто есть некий опыт сознания, да, времени или сознания, некого проживания себя там. Опять же, вот слово «себя» здесь возникает. Здесь мы каждый раз пытаемся подставить вот эту вот субъектно-объектную структуру. Проживание самого себя, самосознание. То есть каждый раз пытаемся опять расчленить, да, на два. Вот есть тот кто, для кого есть опыт, и есть то что, собственно, да, то есть объект. Вот в чём, мне кажется, проблема. Поэтому, когда мы пытаемся высказываться об этом опыте, хотя этот опыт-то сам по себе очевиден, но попытка его фиксировать, она вам не удаётся. Потому что надо какие-то, я не знаю, новые слова, что ли, придумать. Ну, тут, когда мы говорим про «проживание себя» и «проживание времени», тут всё-таки немножко другая структура, даже с точки зрения грамматики. Но проживание времени – это лучше, более грамматики. Нет, но даже «проживание себя» – это тоже другая грамматическая структура. Здесь нет… Кто проживает себя, можно задать вопрос. У страны вопрос такой вот. Он сразу возникает. Кто проживает себя? Ну, просто… Я не знаю, как это объяснить, но вот у меня ощущение такое, что вот, когда мы произносим «проживание себя» или «проживание времени», то в самой грамматической структуре содержится не вот это отношение направленности, да, на объект, а как бы, словно прохождение сквозь среду. То есть, словно вот мы как бы через что-то проходим, через время, через себя. То есть… Протекание какое-то. Да. Как бы… Да. Ну вот, как будто мы вот сквозь какую-то среду продвигаемся, понимаешь? Проживание жизни. Согласен. Но для того, чтобы зафиксировать вот это, да, то, что ты сейчас говоришь, нужно же придумать правильное словоупотребление. Потому что говорить, что проживать себя в каком-то отношении, как, вроде как, указывает на разбиение субъекта-объекта. Опять же, на причину и следствие. У Хайдегера там были всякие вот стояния в просвете бытия, да, и ля-ля-ля. То есть, вот когда ты как бы стоишь где-то, да, вроде как бы даже не обращен, но вот само место, в котором ты стоишь, так и тут. Ты как бы проживаешь время. Ты как бы плывешь в этом времени, ты стоишь в этом времени. Ну вот метафора же есть, ручья там. Да, да. Причем ты стоишь в ручье. То есть, не так, что ты направлен на ручей, понимаешь, как вот на объект и так далее, смотришь ты на него, как-то нет. А ты стоишь в ручье, да, и он тебя обтекает. Вот ты как бы чувствуешь, как тебя, так сказать, омывает вода. Вот это хорошая метафора, да. Вот. И это и есть как бы проживание времени. Это хорошая метафора, но как его закрепить, понимаешь, словесно? Потому что всякий раз потом получается, когда мы перейдем к понятию сознания, да, которое относится опять же здесь к «я», то что такое сознание? Опять у него возникает вот что «я» опять становится субъектом, действием, которым является сознание. Как опять? Опять вот это вот протекание, все теряется. То есть, когда мы говорим о чистом опыте протекания, или чистом опыте проживания себя или проживания времени, все понятно. Никаких разговоров. А как дальше-то двинуться? Дальше куда двинуться? Как вот дальше вот это перенести, вот это вот ухватить, вот это вот в терминологии, в словах, в понятиях, как это ухватить для того, чтобы можно было дальше это продвинуться чуть-чуть? оставив, взяв, скажем, некие понятия, которые мы в этом опыте вычленяем, и перенести его уже на нашу жизнь, наложить на то, что на самом деле является для нас реальностью. Вот это вот интересно. Отойти от того первичного опыта проживания и вдвинуться в реальность. То есть я пытался это сделать, основываясь на переживании. Есть проживание, некий чистый опыт такой, без всякого переживания, там все это не нужно. Теперь мы берем переживания, допустим, в страх, а не там ужас. Я пытался даже волю трактовать как переживание, или там, допустим, сейчас сознание пытается трактовать как переживание. То есть, допустим, это же все-таки такие гипотезы, что вот это вот я, оно может только переживать. Ему нельзя говорить о том, что оно совершает... Нет, вообще терминологически, терминологически, вот это как бы частично можно ухватить. Вот когда мы метафору-то приводим, что вот у нас там обтекает ручей, там, да, или, допустим, ты говоришь переживание, вот. Здесь заключена какая-то доля, по крайней мере, пассивности. То есть, что мы как бы претерпеваем. Мы не акты совершаем, мы не активны, а мы нечто претерпеваем. Вот в претерпевании, как бы, вот в этом слове можно как-то ухватить, ну, какой-то вот... Претерпевание слово хорошее. Но тогда мы переходим к вот вопросу о контроле, да. Да, это не очевидно совершенно. Но, по крайней мере, претерпевание, тут мы сейчас, как бы, про опыт же говорим, да. Мы не пытаемся, так сказать, натянуть всю структуру, мы... Вот есть у нас опыт, как бы его ухватить. Говорить про ручейки не очень хорошо. Претерпевание... Вот смотри, у нас вот есть один опыт. Претерпеваем время. Проживание себя, есть другой опыт, акта. Вот есть два опыта. Мы различаем их, как бы, и вы, при принципе, здесь все вроде нормально. Я не вижу здесь каких-то там возражений. А вот теперь мы хотим двинуться дальше. Вот мы хотим на основе вот этого опыта сделать какие-то выводы. И на основе... На основе опыта актов мы уже можем много выводов сделать. И мы уже их делали. Что актов может быть, субъектов много. И, по идее, каждый акт, который различает... Он должен иметь своего субъекта. Ну, так. В обобщенном смысле. Там не надо доказывать, что они, в принципе, там, одинаковые, если они одинаковые. И много опытов, там, и говорения, письма, там, не знаю, там, публичного высказывания, да, там, размышления. Все указывают на то, что это все различные. Различные акты, они, да, с друг другом не особо это связаны. С другой стороны, вот, например, второй опыт. И попытаемся из этого опыта сделать выводы. Потому что их надо сделать, собственно, философия еще состоит. Вот мы закрепили это различие, а теперь надо понять, что из этого можно извлечь. Да, какую прибыль-то? Если есть какая-то прибыль. Если сразу перейти, вот, как я сделал, да, сразу, потому что он здесь, как бы, себя только удостоверяет, то, в смысле, что тут где-то другой опыт. А потом раз, и он, оказывается, с таким же субъектом, да, он что-то там контролирует. Там некрасиво, да. Да, это, получается, слишком... Может быть, так оно и есть, но это слишком как-то быстрый переход, да. Это, как бы, вдруг, на самом деле, в процессе этого перехода что-то утеряно. Вот я о чем беспокоюсь. Да, утеряно наверняка. Вот, казалось бы, можно было бы не семинарить, да, вот так не собираться и не обсуждать, а можно было бы одному, там, как я вот это делаю, там, по парку ходить и размышлять. Ты так, что он ходит по парку и размышляет? Да, и очень часто, ну, достаточно часто. Ну, у нас там приморская парка есть, в данном самом деле. По два, по три часа. Вообще, говорю, в этом состоит метод. Этот метод, как бы, проверен. И Сократ, там, гулял, там, со своими этими собеседниками, и Аристотель, как известно, свои лекции считал это. Почему они перепад этики-то называют? Потому что он прямо на ходу свои лекции считал. И Нитша, везде гулял по горам, там, прыгал, там, за ротусто, там, точнее. Это, как бы, общий метод. На самом деле, я уж не знаю, как связана ходьба. Ну, ходьба — свежий воздух, наверное, да, там. Вообще, динамика движения, да, как она связана с размышлями, но она, тем не менее, связана. Активизирует кровообращение. Это во-первых. А во-вторых, если ты просто будешь гулять и молчать, то это тоже ничего не добьешься. Второй фактор состоит в том, что ты ходишь и задаешь себе вопросы вслух. Вот ты, например, идешь, допустим, по парку, и задаешь себе какой-нибудь вопрос. Что такое сознание? Ну, не такие... Я просто смеюсь, конечно, и не такого вообще нет. У тебя есть какая-то, допустим, проблема, которая тебя увидела вдруг где-нибудь, да, и ты пытаешься ее, допустим, для себя разъяснить. И ты, как бы, я не знаю, что там напрягаешься или не напрягаешься, трудно высказать, что ты делаешь, да, потому что там... А как бы ты на чем-то сосредотачиваешься, и пытаешься себя самого услышать. И как бы из глубины поднимаются мысли. Они поднимаются в виде, вот что интересно, не в виде речи. Они как-то по-другому поднимаются. Они такие, буль-буль, пузырьков. Не в виде пузырьков, да. Проблема состоит в том, что иногда часто бывает, не удается их в речь выстроить. Ну да, и вместо речи так, буль-буль. Нет, сам факт еще состоит в том, что сначала они могут облечься в неправильные слова даже. И ты что-то говоришь, но понимаешь это. Смотрите, как происходит. Ты задаешь себе вопрос. Хуже, то есть не то, что непонятно, а неправильно, да, которые искажают. Да, они не могут искажать. Может же быть непонятная речь, а может быть как бы понятная. Ну смотри, вот задаешь себе вопрос. Возникают какие-то, ну, что называется, ответы, да. То есть вот этот субъект актов, он ответы какие-то дает. Эти ответы надо еще в словах оформить, потому что субъект, оформление слова, это другой субъект. Вот он как бы там, что-то тебе какие-то слова подбрасывает, а ты говоришь, да нет, это не так, не так, эти слова не подходят. А вот это слово похоже. Потом ты берешь это слово, опять задаешь вопрос, а это вот так, и так по кругу постоянно гоняешь. И поэтому недаром на самом деле Хайдегер говорит везде о вопрошении. Потому что мы, когда он говорит, что мы еще не мыслим, он, я не знаю, что в данной работе конкретно имеет это, я конца не досчитал, но если вдуматься на самом деле, фактор состоит в том, что мы мышлением не владеем. Что мы мышлением, мы вот так вот хитростью каким-то образом можем только относиться. А именно мы как бы задаем некий вопрос, мы находимся в системе вопрошения. Провоцировать его. Да, мы можем только провоцировать, а именно так. Вот мышление возникает тогда, когда оно нужно. Я вот подозреваю, что как вот в биологической среде, да, там, альгани... Это как, знаешь, что вызывали, блин, супермена. Супермена, да? Как супермена. Вот надо зажечь фонарик, нужно, чтобы кто-то умер. И стал там в опасности, в смерти. Мышление возникает при необходимости какой-то. Эту необходимость нужно создать. Вот создаем эту необходимость, допустим, вопрошения. Самому себе вопрос создаем. Лучше всего задавать вопросы, ну, как показывает практика. Лучше всего с собой даже не просто вопросы задавать, потому что это частность, а разговаривать с ним с собой. То есть вот ты ведешь просто, и какую-то речь ведешь, потому что надо сначала разогнаться, ты разгоняешься, как бы ведешь с собой речь. Постепенно эта речь может войти внутрь. То есть можно уже не говорить слух, а она сама по себе внутри уже как-то вращается. И вот это вот вращение внутри речи создает вот некий поток мыслей, который ты просто улавливаешь как бы и в речь вставляешь опять же в эту. И вот как бы вот эта речь постоянно обновляется тем, что ты каждый раз что-то, какие-то новые мысли у тебя возникают. Вот примерно так вот устроено мое личное мышление. А уж есть еще сказать, что там на самом деле в этом мышлении сейчас вот воображение, потому что я говорю, это не то, что снизу поднимается, оно сейчас не словесно, но как-то воображаемое. Непонятно, что такое вообще. Ну, я теперь хотел просто пояснить, почему нужны важные эти семинары. Потому что на наших семинарах приходится обращаться к речи, приходится высказывать то, что, возможно, в речи не очень удачно облеклось. Вот такие вот эти всякие термины, субъект там проживания, субъект актов, это же на самом деле вот те самые неудачные термины, да, которые образовались вот таким способом. Надо же просто как-то вот найти ту словесную форму, да, те понятия уже языковые. Ведь если не передавать мысль, да, если не научиться правильно облекать верные слова, то ну какой смысл в этой мысли? Ну будешь ты что-то понимать там. И еще неизвестно, будешь ли понимать, это тоже другой разговор особый, что ты понимаешь, когда там... Боль, боль. Сам с собой говоришь, да. Боль, боль, это классно. Так вот, поэтому этот семинар, чем он дополнительный к семинару? Тому, который я сам с собой веду, когда в одиночестве говорят, тем, что он позволяет какую-то еще какие-то стороны найти, те стороны, которые возможны, во-первых, благодаря общению, да, там, и то, что возникает в пересечении высказываний, благодаря языку. То есть приходится что-то говорить. Вот что-то, вот что-то важное. Так вот, возвращаясь к мышлению, я уже думал о том, что мышление может быть... Это не мышление, это... Возвращаясь к сознанию, я думал о том, что сознание может быть переживанием. Это как бы неожиданная мысль. Можно попытаться все выстроить в следующем развлечении. Все, что относится к я считать переживанием, и пытаться отсюда понимать все вот эти вещи, да, допустим, воля, переживание, сознание, переживание, А все, что относится к субъекту актов, называть актом. И везде вот это различие провести, и довести его до логического завершения. И попытаться понять, возникнут при этом какие-то проблемы, какие-то противоречия, или не возникнут. Вот какая задача есть. Просто к чему я так и говорю, что если сознание понимает как некие действия, как акты, то тогда получится у нас два субъекта, которые оба являются субъектами актов. Ну один субъект, он всегда субъектом актов является, а второй субъект, он сначала почему-то нам дается проживание, а потом вдруг становится субъектом актов. Вот в чем задумка-то состоит. Задумка состоит в том, что в принципе провести это различие просто последовательно на все. Если уж так случается, на опыте мы это нам удостоверены, что сознание дано именно этому я, именно субъекту его проживания, ну как-то так. Даже в самом пути проживания себя, это не присутствует сознание. То видимо сознание есть просто, ну как сказать, не переживание, а нечто такого характера переживания или проживания. Как бы это высказать? Не акты, а вот это нечто второе. Если это так, если сознание считает, давайте условно, вот я предлагаю слово пока переживанием считать, да? Потому что оно может и неудачное слово, потому что сознание, оно может быть затемнено, как бы, допустим, неким состоянием, да, может состоянием тревожности или там состоянием радости, а может быть не затемнено. Поэтому переживание, конечно, сознание отношения как бы не имеет. Ну как его-то иначе тогда там маркировать, да? Чтобы оно было все-таки переживательным. Будем считать, что сознание есть переживание, хотя это не точное словоупотребление. Тогда что получается? Да получается, что это переживание, а именно сознание, оно является каким-то фундаментальным. Почему? Потому что с помощью него мы вызываем, допустим, мышление. С помощью него мы можем самим собой контролировать какие-то там акты. Что ты думаешь, что... Вы сомневался в чем-то? Не сомневался. Да, и потом с помощью неволи там ничего-то другого. Не, на самом деле, вопрос, как бы, мне непонятно, каким образом можно связать... Собственно, весь разговор состоит о том, как связать двух субъектов. Потому что если второй субъект становится таким же субъектом актов, то это просто, на самом деле, вся система просто рушится и все. Поэтому есть две стороны этого вопроса. Либо мы разбираемся в терминах, да? Правильно называем вещи. Допустим, вот есть две возможности. Можно изменить саму методологию. Либо мы еще чего-то тут не видим. Да, либо мы чего-то еще не допонимаем, да? Есть какие-то еще феномены, которые мы просто не видим. То есть не можем различить просто из общих. Поэтому можно... Что делать? Два направления. Можно из понятий, пытаться понятий как-то использовать правильно, да? Это словоупотребление. Следить за словоупотреблением — это первое, да? А второе, можно просто к самим феноменам обратиться, например, к феноменам проживания обратиться и понять, что же там мы фактически усматриваем. Опять же, забегая вперед, там, никакие самоочереждения нам не помогут увязать их друг с другом. Потому что, смотри, в чем дело. Вот это вот, ну, допустим, самоочереждение — это содержательность какая-то. Мы самоочередаем себя как того-то и того-то. Мы, короче говоря, среди вот этих субъектов, актов, которые содержательны, которые конкретны, вот этот субъект речи, этот субъект того-то, этот субъект того-то. Мы как бы их выстраиваем в какую-то структуру. Вот. Это какое-то действие, которое, ну, придает, как бы, просто нам некое содержание. Этому «я». Вот у нас есть некое «я», оно себе дает такое содержание путем такой процедуры. Но оно уже само по себе есть. И вот, как бы, в чистоте оно есть в этом переживании, проживании себя и не нуждается ни в каком самоочереждении. То есть я к тому, что, как бы, вот это вот проживание себя или проживание времени, оно не нуждается ни в каких таких, там, не знаю, процедурах или каких-то таких действиях волевых. Оно не нуждается, но вот когда ты говоришь слово «я», ведь слово «я» есть некое указание. Ну, «я», может быть, нуждается. Я, я. Послушай, у слова «я», да? Да. Это ведь указание. Ведь «я» — это не объект. Это некое указание на что-то. Я говорю «я», как бы, указываю на себя, как бы, так. Слово «я» — это местоимение, указывающее на что-то другое. То есть это указатель, словеский указатель. Ухватываем ли мы смысл, что такое «я» при этом? Понимаешь, это указатель на некий опыт. То есть это уже как бы рефлексивный указатель даже, можно было бы так сказать. Ну, да. А мы его объективируем, делаем, как будто бы это некий, как бы, вот, ну, не знаю, там что-то. Нечто понятное, либо субъект, либо объект, но нечто такое, то, что можно высказать как существительное, да? Как некое сущее, как говорит Аристотель. Другое дело, что мы согласны с тем, что есть внутри нас нечто, что мы воспринимаем как сущий, как мы говорили в прошлом раз, как экзистенция. Мы внутри себя, так что-то воспринимаем как экзистенция, что-то для нас является подлинно существующим. И мы вот этим указанием, а именно местоимением «я» на него указываем, говорим, что вот «я». Это с одной стороны. Но с другой стороны, ведь... Юрша, а где-то ведь было такое, что мышление – это вот именно свидетельствование, что такое мысль? Это свидетельствовать о существовании. Мы увидим. Такое это свидетельство бытия. Это не Хадеггер или Леви, или Леви, или нас? Знаешь, мне кажется, что здесь проблема, все-таки, как ни крути. Проблема состоит в том, что мы все равно проживание поднимаем как двоицу. Как тот, кто проживает, и так как тот, для кого что-то проживается. Всегда два здесь. Это свидетельство, но оно вроде... Ну, ты говорил про течение, это хорошая... По крайней мере, когда мы начинаем говорить о субъекте, да. То есть мы говорим уже об этом не как о ситуации, а как вот о... А вот, например, я говорю, допустим, и мое внимание направлено на нечто другое. В этот момент я проживаю себя или нет? Или проживание себя это вот нечто, это замкнутый на себя опыт. Я должен внимание все переключить внутрь. Или этого переключения не требуется? Вот я говорил, что можно прожить объект какой-то внешний. Также проживать его... Я думаю, что это как бы некий опыт, который, конечно, непрерывно происходит. Ну, пока мы не спим. Правильно. А как бы иначе мы могли бы все сшивать? Да, да, да. Вот. Просто как бы, чтобы его увидеть за всеми другими опытами, за всеми другими восприятиями, чтобы как бы как-то вот... Чтобы его констатировать, что он вышел на передний план, да. Нужно как бы остальное все как-то отодвинуть. Потому что оно заслоняет. Ну, не знаю. Ну, у Канта такое выражение неудачное. Он говорит, что я мыслю, сопровождает все наши восприятия. Как бы такое очень неудачное выражение, почему Гигель отмечал. Но дело не идет о том, что я мыслю. Дело идет о том, что это проживание, что оно сопровождает все наши восприятия. То есть вот это вот стояние в потоке, оно сопровождает все восприятия. То есть оно всегда есть. Уходим ли мы в себя, совершаем ли мы этот опыт или нет, оно всегда есть. Просто если это так, если мы можем проживать внешний объект, то тогда нам не нужен опыт этот рассматривать как отдельный, что есть какой-то специфический опыт проживания себя. Просто этот специфический опыт проживания себя есть только то, что можно было бы назвать на языке Декарта рефлексии. То, почему я являюсь достоверным. Но на самом деле этот опыт искусственный, потому что мы любой предмет так проживаем. Почему? Нет. Нет, потому что проживая предмет, мы узнаем как бы... Благодаря нашему проживанию предмета, предмет становится одним и тем же. Я проживаю... Да, но он одним и тем же, как некое что. Как некое что? Да, а в проживании себя в этом мы знаем только чистое бытие. Еще раз. Согласен. Это различие бытие исущего. Согласен. Это различие бытие исущего. Я полностью с собой согласен. Я, кстати, об этом думал, что именно отсюда и возникает это различие бытия исущего. Потому что бытие предмета есть ничто иное, как наше внутреннее бытие. Просто, иными словами, этот опыт, если как бы хадигирянскими словами говорить, это наша способность, то, что нам открыто бытие, как мне говорят. Потому что у нас есть понятность бытия. Нет, а вот я хотел на это что сказать? Что то, что Хадигир говорит о бытии, это совсем другое понятие бытия, чем мамантичности. Потому что если бытие понимается как экзистенция, как проживание, это нечто другое, в отличие от того, что можно было бы понять в качестве бытия данной чашки. Это нечто другое просто. То, смотри, в чем состоит интересность? Интересность состоит в том, что если считать, что мир есть состояние нашего тела, то бытие миру дает. Вот это вот наше бытие. То есть экзистенция дает всему миру бытие. А если считать, что как бы... Не в том смысле... Нет, ну ладно. Тут есть как бы какая-то тонкость. Потому что дело не в том, что мы являемся источником бытия, оно на нашей стороне, мы всему сообщаем бытие. Просто этот опыт является ключом вообще к пониманию существования. То есть иными словами, представь себе робот, допустим. Он бы воспринимал тоже, он бы какие-то сигналы обрабатывал, он бы там взаимодействовал каким-то образом с другими объектами, даже мог бы выступать в качестве субъекта, да? Вот. В определенном смысле субъекта действия. Но вот это вот... Понять смысл существования, он бы не мог. Ну да, различить существование и сущность, и различить, не знаю, существование и несуществование. То есть поставить вопрос, да? Существование и несуществование. Да, да, да. Понял. Я понял, в каком аспекте. Может быть, я очень узко сейчас говорю. Может быть, там можно говорить, что мы всему сообщаем бытие, тем самым. Но, по крайней мере, мы бы не могли вопрос поставить. Вот в этом смысл того, чтобы харирует. Нам как бы открыто бытие. Мы знаем о бытии. Нам как бы доступно оно. У нас есть изначальная понятность бытия. Оно для нас окончательно не прояснено. Но у нас понятность уже есть. Предпонимание. Ну, в общем, да. На самом деле, я согласен. Это разговор и красивый, и вообще-то трудно что-то возразить. Интересно ведь, что мы здесь не знаем ничего конкретного. Что вот мы знаем, зная существование? Это не высказать. Невозможно, как бы, сказать ничего содержательного. Мы не знаем никакого что. Но, тем не менее, мы знаем, что такое существовать. Вот, 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 как бы, парадокс. Если это так, то не кроется ли в этом вот этот опыт проживания себя? Не состоит ли вот это вот знание бытия, это вот знание этого опыта? Да. Ежесекундное знание. Да, да. Можешь ты, как бы, моментами об этом забывать, но, тем не менее, вот это ежесекундно ты себя склеиваешь до все восприятия свои, как бы, вот, в некий твой личный опыт постоянно. Даже склеиваешь или не склеиваешь, неважно, это, в принципе, как бы, ты склеиваешь, ты можешь склеивать именно потому, что... Да, они сами склеиваются, да, можно так сказать. Ну, да. Благодаря тому, что ты постоянно вот эту удерживаешь непрерывность некого опыта, а именно проживание себя. То есть, проживание, лучше говорить, времени. Потому что проживание себя – это специфический опыт, да, когда ты обращаешься внутрь себя. А вот проживание – время, да, когда ты одновременно можешь воспринимать эти объекты и проживаешь время. Даже просто может быть проживание. Получается. Я к чему все веду-то, я веду к тому, что тогда, получается, с позиции феномена, самого феномена, следует, что есть два смысла понимания субъекта. Первый смысл понимания субъекта – это как причина, а второй смысл понимания субъекта – это как вот это тот для кого. То есть, вот когда я говорю свидетельственное, вот как тот для кого. Потому что иначе, если мы берем вещи, как они сами по себе, без субъекта, то возникает странность, а для кого они даны. Мы всякий раз задаемся вопросом «для кого?» Для некоторого сознания, для тебя, для меня, для Бога. То есть, для нас, вот когда мы говорим о существовании, для кого что-то существует. То есть, для нас субъект получается, вот я всегда говорил, что он понимается только как причина. На самом деле, видимо, не так. Субъект распадается на два смысла. Первый смысл как причина, а именно субъект как-то, а второй – тот для кого. Ну, как вот есть бытие и бытие для, да? Да, именно так. Как есть бытие и бытие для. А если бытие для, то для кого? Да, и поэтому субъект проживания является субъектом во втором смысле, как тот для кого. Вот субъект актов, для него ничего нет. Он просто причина. Он просто вот этот переход от причины к следствию. То есть, в буквальном смысле действие. Что такое действие? Действие и состоит в том, что есть у него начало, есть конец, есть начало, есть акты некие, да? Это мы различили в этих актах причину, то откуда акты, и объекты, то куда акты. А вообще говоря, по идее, только вот есть акты, какие-то действия есть. Они постоянно есть. А есть некий тот для кого. И вот этот тот для кого, он не является никакой причиной. Классическая философия подсовывает сюда причину. Она сшивает его, субъект, по пути того, что тот, кто является причиной актов, он является тот, для кого акты существуют. А у нас, получается, наоборот. Есть некая причина. Много причин. Много причин. Есть тот для кого, кто фиксирует, кто свидетельствует обо всем. И тогда получается, что во втором опыте, в опыте проживания времени или проживания себя, субъект выступает как тот для кого. Надо, может, придумать какое-нибудь другое слово. Потому что субъект как причина, это юридический субъект. Кто виноват? Субъект как тот, для кого нечто совершается, это как свидетель. Вот есть юридическая практика. Есть виновный. Есть свидетель. Вот свидетель, это... Его. Свидетель, это тот для кого. Так вот, если мы говорим о субъекте проживания, как о субъекте тот для кого. Он акты не совершает. Вот в некотором отношении, помнишь, как ты говоришь, что он стоит в реке, и мимо него проплывает дичьи него. Есть как бы пассивность. Да, вот это некая пассивность. Да, да, некая пассивность. Пока как она переходит в активность, мы не обсуждаем. Пока вот, вот, задержимся на этом. Как тот для кого. Просто я пытаюсь термины расставить. Это же важно. Если он просто чистый, это вот как тот, для кого свидетельствует. Нет, надо не просто ты говоришь, что... Надо так. Я тот для кого. Я есть тот для кого. Я тот для кого. Точка. Это же может быть философский лозунг. Понимаешь? Я это ошибка. Потому что я подсовывается как тот для кого в качестве причины. Я это на самом деле в словопотребление. Я почему думаю, что каждый раз, когда я говорю я, что-то тут не так. Я рассматривается как причина. Потому что тот для кого, он всегда является живым. Мне единственное такое ощущение, что я тот для кого, это одно какое-то немецкое слово. Тут есть некий, это все-таки, мне кажется, некий прорыв. Хотя такой вроде слабый, но какой-то некий есть. Просто у меня просто в чем, кажется, мне дилемма состоит. Либо мы отказываемся от слова субъекта, понимаешь, потому что оно запутывает все дело. Потому что есть и два субъекта, и там, и здесь субъект. То я бы отказался. Да, по общению с людьми на сайте я понял, что они никак не могут оторваться от этого слова. Это вопрос как магическое. Понимаешь, что слова одинаковые, значит все здесь одинаково. Потому что субъект-объектные отношения сразу возникают. Я знаю, даже слово я более нейтрально. Да, я поэтому в массе своей пытался говорить именно я. А вот если как бы понимать теперь, что смысл, смысл субъектности разный. Мы же всегда же говорим о том, что у нас всегда есть один субъект, который является виновником, причиной. А другой является свидетельством. Я тот, который, и я тот, для кого. Я тот, который. Это причина. Тот, который действует. Тот, который сделал это. Тот, который такой, а не другой. Понимаешь? Вы мне на пальцах объясните, кто такой я, тот, до кого. А свидетель. Свидетель. Свидетель это никто такого. Ты, допустим, делаешь какое-то неприличное дело. Что-нибудь такое делаешь. И вдруг внутри возникает свидетельство. Что ты делаешь именно это дело. Понимаешь? Это только друг. К разу оно есть. Да. Вот этот свидетель внутри условно говоря то, что можно назвать совесть. Это же название главы. Я тот, который, и я тот, для кого. Нет. Вот так. Я тот, который, и я тот, для кого. Я могу сказать, откуда это вообще у меня всплыло, видимо. Дело в том, что у нас феноменология Дука Гегеля переведена криво. Ну, я это давно говорил. Хотя я в немецком не ас, но такой сим. Ну, у нас все, кто не занимает себя классикой, говорят, что у нас не вся немецкая классика переведена криво. Ну, не знаю, как вся немецкая классика, просто я имею в виду про конкретную деталь. Так вот, у Гегеля есть различие. Им, как кому. Вот сознание дан предмет не для сознания, а это дательная поддержка, ему. Сознанию дан предмет, в смысле ему дан. А потом, говорит Гегель, но есть еще и другое понимание. Как фюр. Для. Для сознания. То есть он различает, когда дано ему, и как дано для него. А у нас-то получалось, что сознанию предмет одновременно и для сознания и так дам, да, прямо дам, и дам в рефлексии дам. А получается, что когда сознанию дан предмет, он дан грамматически у Гегеля ему, а когда возникает рефлексия, он дан для него. И вот это случайно. И причем я думал, что это мало ли там словесная какая-то, знаете, бывает такая вариация языка. Это не вариация, у него везде это проложено. У него везде это различие. Ким и фюр. То есть у него везде это проведено. И это последовательно проведено. И так вот, если здесь рассматривать вопрос, то всегда есть, в смысле, причина как нечто толкающее, да, для причины нет чего-то. Просто причина это и есть переход сразу. Причина – переход следствия. И то, чем Олег Михайлович занимается, вот он постоянно этим занимается. Как причина, что такое причина, как причина переходит в следствие. Вот, это вот весь разговор вот этот. А есть второе, на самом деле, как свидетельствование всего этого. Как бы со стороны, как это вот. Вот позиции мы, что такое. Вот есть свидетель, а есть тот, кто действует. Кстати, как-то очень даже очевидно, да, ну то есть просто даже из этой терминологии чувствуется, что сознавать и самосознавать, как бы, да, ну то есть может именно только свидетель. Ну как-то вот это к нему больше относится. Потому что это вот действие оно делает, у него все время вот у многовица, да, нужно, чтобы там внутри этого действия возникло какое-то сознание, там, осуществление, ну какие-то такие термины. Вот, то есть, чтобы внутри там. Сознавание, как раз ты правильно говоришь, относится только к свидетелю. И самосознание есть сознание самого свидетеля. И вообще, все, что связано с словом сознание, вот мне больше всего нравится, что во всех языках, насколько я понимаю, слово сознание мышление различено. Это же любопытно, на самом деле. Казалось бы, это путается везде, и это одновременно и путается, и даже у Гекеля путается. Смотрите, тогда получается следующий разговор, да, получается, что если у нас есть свидетель и есть действующее лицо, да, виновник и есть свидетель, то тогда получается понятно, почему, ну это как бы из-за разряда красивых разговоров, почему у Аристотеля речь идет о категориях. Потому что категории в греческом языке это называется пункты обвинения. Да, я помню. То есть, вот есть действующее лицо, да, условно говоря, некое действие. А есть свидетель, который выдвигает некие пункты обвинения, понятия, расставляет понятия, по каким можно рассмотреть это данное действие. Там обвинитель, это, наверное, не свидетель. Ну, пункты обвинения, категория, это как бы там... Ну, это не свидетель выдвигает. Ну, и свидетель здесь при чем? Ну, не свидетель. Ну, как бы на позиции свидетеля стоит прокурор, свидетель. Ну, все, кто как бы пытается разобраться с веножником, да? Может, не так. Ну, прокурор-то или там судья там или кто-то, он никогда не свидетель. Вот то и дело, что как бы судья, он никогда не в курсе, было ли что-то или нет. Иначе бы как бы все было иначе. Ладно, опять же, вот то, что вы сейчас делаете, называется языковая игра. Мы как раз склоняемся к тому, что может быть есть третий какой-то, может есть судья, есть свидетель, есть вот этот акт. А я считаю, что на позиции свидетеля и судья находится, и прокурор. Это то место, откуда можно и обвинения выступать, и свидетельствовать, и можно оправдывать, быть адвокатом. Это некое место, которое со стороны. Есть некое действие, есть причина, причина и действие. А есть некое место, откуда можно эту причину и действие рассмотреть как бы со стороны. И это место, туда добавлю, естественно, там просто разные модусы этого места есть. Есть модус как бы обвинения, есть модус оправдания, есть просто модус чистого свидетельства. Просто что такое сознание, опять же, я же к этому свожу. Что такое сознание? Сознание в каком-то смысле это некое поле, которое пытается, с позиции которого что-то как бы открывается. Вот Хайдегер говорит об истине, как о политее, как о выходе из сокрытости. А может быть он апеллирует к этому сознанию. То есть для сознания что-то открывается. То есть сознание как бы проясняет что-то для себя. Нет, ну просто... Нет, ну просто есть два вида проверки, да? Что делает Гегель? Гегель говорит о том, что некое сознание, которое участвует в процессе, в процессе движения к лучшим формам сознания, да? Оно совершает некие акты сознания. Только не сознание, а некие акты мышления, да? Некие акты восприятия, вначале даже, или чувствования. И оно на самом деле находится вот в этой своей форме, в некой форме, допустим, в чувственной достоверности. Оно пытается все принять как единичное, все принять в форме чувственной достоверности, да? В форме всю... Все, что пытается оно принять, оно принятие в качестве единичного, как Гегель вышла. Ну, что замолчал? Хочешь ты выглядеть в этом? А? Нет. Подумал, к чему он это все? К тому, что... А про ли ты, про открытый ты? Да, про открытый ты, про истину, так и сказать. По сути. Но для него, для него истина, да, она дано в самих актах. То есть, для Гегеля сама ситуация строится таким образом, что само сознание не может определить, заблуждается оно или нет. Для того, чтобы определять это, оно всякий раз как бы находится в неком процессе, и приходит к тому, что то, что является для него истинным, является всеобщим, и опять погружается в этот жопот. Оно не может дальше двинуться. То есть, есть... Еще раз говорю. Причем, что я хотел самое главное сказать. Причем, для этого сознания, участвующего в процессе, истина состоит в том, чтобы сравнить две позиции. То, как предмет ему дан, и то, как для него есть. То есть, вот это вот истина как сравнение двух, так как сравнение, ну, может, такое реальность. Кстати, им и фюр, это как раз вот эти две вещи. Да, эти две позиции есть, да. Именно так. Им и фюр, да. Так вот, а когда речь идет о балетее, субъект обетной структуры сразу забывается, и естественно, как может тогда истина бытовать? Только как просто для сознания, как вот, чистота свидетельствует. Ну, нет, ну, с другой стороны, как бы, и диделевская вот эта вот, если вот вспомнить, если иметь в виду эти им и фюр, и диделевская эта трактовка, получается, в духе твоей. Что вот есть, как бы, действующая... Есть одна позиция, которая есть им, и другая позиция есть для... Да, и вот как бы, ее судебное разбирательство между ними. Да. Идет разбирательство о том, соответствующее то, что дано для сознания тому, что дано ему. У него есть две разные позиции. Отсюда и есть возникает, как говорит Гейгель движение, потому что они не совпадают. Вот есть то, что дано ему, да, при его представлении о том, как должно быть дано. Должно быть единичным. Есть то, что для него дано, а для него дано всеобщее. Вот они не совпадают, и поэтому сознание якобы движется в опыте дальше, поднимается на более высокий уровень. Здесь, кстати, есть некая натяжка, состоящая в том, что цель самого сознания состоит в том, чтобы эти два пункта совпали. Причем это ведь можно как сделать? Ведь суть ведь состоит в том, чтобы позиция реальности и позиция знания стали одинаковыми. А не наоборот, что позиция знания должна... Точнее, а не наоборот, что эти две позиции, позиции им и фюру, должны совпасть. У Гегеля получается, что происходит смысловой перенос от того, что он как бы... Ну да, они просто должны совпасть. Да, они просто должны у него совпасть и все, и это как бы якобы цель. Так цель-то не в этом смысле. Нет, но потому что у него и, так сказать, и знание, и предмет движется навстречу. Правильно. У него именно так получается. Но если мы не будем следовать за Гегелем, в смысле его системы созидания, потому что у него же переход от одной формы сознания, скажем, от чувственной достойности к восприятию или к рассудку, у него каждый раз происходит этот переход как бы за спиной сознания. То есть сознание об этом не знает, как это происходит. То есть эта связь между различными формами сознания происходит. Есть то, что как бы, как Гегель говорит, является дополнением к самому движению, что сам система созидателя, а именно Гегель, внес в само движение. Но если убрать эту систему созидающую функцию Гегеля, то тогда что получается? Тогда получается, как бы, что есть некое внешнее требование, чтобы эти две позиции совпали. И тогда неудивительно, что они все совпадут только на вершине духа. Это же становится сразу неудивительно. Потому что, действительно, если знание всегда всеобщее, то пока предмет всеобщим не станет, как бы, никакого совпадения не случится. Таким образом, Гегель замечательно удаляется от реальности и избегает ее вообще. Потому что, фактически, у него дух должен, как бы, и в предмете своем видеть дух, и в качестве знания видеть дух. То есть, дух должен быть везде. Ну и он благополучно добирается до некой, где там, совершенно пустой, абстрактной, так сказать, всеобщности. И все. И все. И там замирает, и считает, что он достигнул цели. Но это же, в некотором смысле, самообман. Ну, ты знаешь, это похоже на многие другие тоже повороты, когда мы этикой занимались, когда там, допустим, вот, надо поступать так, чтобы никакой не было прибыли, там, или что-то. И, короче, когда все сводится к тому, что вообще не надо поступать, допустим, как сидеть там, закрывшись в комнате. Вот это похоже, типа. А вот теперь, если рассматривать вопрос без системообразующей функции самого Гегеля, без систематики Гегеля, то получается, вот, есть некая реальность. И вот у нас есть некое знание. Мы выбросим все эти различные формы. Вот просто есть некий обычный опыт, в котором сразу есть и мышление, в смысле рассудок, и восприятие, и чувство, сразу в некой целостности есть. И наше знание, наше знание должно как-то соотноситься с этой реальностью. Тогда получается истинно понимать в двух смыслах. В смысле этого, в смысле некого предиката, как истинности, да, что одно наше знание совпадает или не совпадает с реальностью. Но ведь это глупый разговор, как это знание может с реальностью совпадать. Ведь сам по себе разговор глупый. Как это так? Можно же сравнивать только знание сознания, а реальность с реальностью. Ну да, да, это меня тоже всегда смущало. Тогда получается, что либо второй разговор идет о том, что как-то вот наше знание, оно не является знанием каким-то абстрактным, которое как бы внутри нашего мышления или сознания находится. Мы как бы глаза открыли, и наше знание уже спроектировано, наверное, как у этого, как у Хадигера. И мы только глаза открыли, и сразу же воспринимаем истину. Это тоже вроде как бы не получается. А вдруг мы спроектировали какие-то кривые какие-то понятия. Откуда возьмется вот эта вот легкость, эта открытость, это откуда она возьмется? И почему эта легкость открытости обязательно должна быть точно такой, какой на самом деле она есть? Если сам же Густер задается вопросом, мы имеем некие предрассудки, и с помощью этих предрассудков начинаем воспринимать вещи. И уже как бы нам все затемнено. Да, и уже затемнено. А почему? Откуда такая легкость аллитей-то возникнет? Опять же не возникнет. То есть и Хадигер как бы со своей аллитей, то есть истинной как открытостью, тоже как бы это немножко не о том говорит. Не, ну как, у него уже тоже это не то, что, так сказать, легко. Не, вопрос, я к чему, как просто обращаюсь, к вопросу. А если вот разбросать это по разным функциям? Ну, нет, ну к тому, что, ну в принципе, он же как бы наследует эту феноменологическую, в этом отношении феноменологический подход. То есть действительно, вот, как вот у Гусселя, понимаешь, всякие предрассудки, исторические предмнения, там, какие-то теории заслоняют нам сами вещи. Да? Скрывают от нас их. Так вот как бы и тут. Вот это просто концепция как бы истины как несокрытости, она в самой феноменологии вшита. Даже если может быть какой-нибудь Гуссель это не очень понимал. И потом ее, так сказать, не принимал. Да, вопрос-то странный в том, что, допустим, даже если это так, как ты говоришь, что, тем не менее, мы не имеем права. Вот у него как получается? У него получается понимание истины как несокрытости, как открытости, да? У него же дальше следующий вывод простой, что язык до мытья. Сразу. Ну, это я не в курсе. Нет, я просто объясняю, как это логика, как тут действует. Логика следующая, если нет никакого различия, да, перехода от реальности внутрь к нас, да, если истина в буквальном смысле, как бы, как открыл глаза и сразу видишь истину, то вся реальность изначально единообразна. Нет вот этого вот проблемы соотношения, как бы, реального и нашего теоретического. Нету проблемы взаимоотношения субъекта и объекта. Понимаешь? Есть сразу некая единая область, и об этой единой области сказывается язык. Нет, 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 там, видишь, проблема в другом возникает, что незакрытость, она, в чем проявляется незакрытость? В нашем неправильном каком-то способе бытия. Почему? Ну, вот, именно в этом, что мы, как бы, стоим не в том месте, мы стоим не в просвете истины, а мы, как бы, в другом месте где-то там стоим. Мы как-то не так относимся к этим вещам. А, типа невидимые. Мы, как бы, да, мы сокрыли их от самих себя тем, что как-то неправильно бытийствуем. И, в частности, как бы, вот этот теоретический подход, вот, в котором есть проблемы, да, и, как бы, вот это понятийное, там, познание. Ну, субъект-объектное различие. Субъект-объектное различие. На ней уже основано различие. Знание, как приобретение, как стремление обладать, это, как бы, все, так сказать, путь, вот, не к открытости, а к сокрытию. Ну, и потом у него там какое-то раскрывающее, скрывающее знание, там, еще какая-то, там, что это одновременно движение и открытие, и сокрытие, все знания, уж не знаю, там, эти все вещи. Но почему-то тоже считается очень важным, что это одновременно и открывающее, и скрывающее. Ну, потому что это не так, что просто вот все открыто, и все, и достаточно просто... Нет, нет, я просто к чему-то все вел, потому что дозаин в каком-то отношении, это вот есть именно наше Я, то есть субъект проживания. Поэтому у него истина является, истина с позицией сознания Я. Сознание не ищем сравнивать, оно нет у него актов, у него объектов нет, субъекта различий нет. Он может только открыть глаза и свидетельствовать, отсюда и возникает аллитерия. Ну, может быть, да. У него другого способа отнестись к чему-либо, а именно даже к миру или к чему-либо, только единственным способом открыть глаза и видеть. Только да. Видишь, больше ничего делать не может. А истина как сравнение, она относится к другому субъекту. Если есть другой субъект, у которого есть мышление отличное от объекта, на который она направлена. Ну, истина как сравнение уже подразумевает отношения. Да, именно так. То есть, почему Гегель и вся классическая философия истинного рассматривают прежде всего как отношения? Потому что у них субъект так выстроен. У них субъект выстроен прежде всего как субъект так. А сознание у них только свидетельствует о всём этом, о том, что субъект не субъект так. Но у него есть вот этот просвет свидетельствования, и всё. То есть, они иначе говорят, всю тяжесть переносит на субъект акт. Когда они говорят о субъекте, о человеке, они всю тяжесть переносят. А почему? Потому что субъект у них является, вот, кстати, мысль. Субъект их является всеобщим. А вот этот сознающий субъект, он же всегда империчен. Не бывает никакого всеобщего сознающего субъекта. И когда Гегель отказывается, он же в первой же главе, отказывается от империчности. А почему ещё он всегда империчен? Потому что, как бы, опять же, из этого опыта никакого содержания не извлечь. Кроме как вот этого всеобщего содержания бытия. Да, именно так. Ничего. И даже это всеобщее, оно и то не бессодержательно. Нет, заметь. Понятие бытия, это как бы, оно... Один из способов критики Гегеля состоит в том, что Гегель меняет в вину, что вот он, у него появляется всеобщий субъект, ну, и иногда его называют трансцендентальный субъект, там, это большой, я с большой буквы, там, неважно, в зависимости от того, как он философа идёт речь, что этот, он откуда-то берётся. Ну, и за это критикуют всю классику, в том числе и Шейлинга, и этого, и Фильта, прежде всего, там. Что вот у них есть какие-то трансцендентальные субъекты, которых на самом деле не существует. Что это за субъект какой-то всеобщий? Есть, естественно, конкретный какой-то мысльщич, то есть конкретный какой-то эмпирический субъект. Никаких трансцендентальных субъектов нет. Потому что вот это понятие трансцендентальный субъект, это вот понятие, это похожее на то, что о чём Игорь говорит, там, всегда любит, говорит, про Игрегора. Это как бы какой-то Игрегор, вроде как, понимаешь? Он, конечно, в виде государства потом, или там, в виде нации, возможно, присутствует. Потому что, действительно, можно рассматривать нацию, государство, какие-то обществы, можно рассматривать в виде субъектов. Но ни в коем случае не в познавательной структуре. Откуда в познавательной структуре берётся субъект вот этот, в виде нации и государства, народа, откуда этот берётся субъект? Это у Гегеля именно так, что вот он является сразу всёобщем субъектом. Потом он движется, 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 А потом раз, вдруг оказывается и выясняется, что этот субъект есть субъект народа, государства и так далее. Причем видишь, вот эти эгрегоры, государства и прочее, они могут быть в смысле активности похожи на субъекта. Но тоже являются эмпирическими, что интересно. Да, но тоже являются эмпирическими, но осознают ли они? То есть мы их называем субъектами, мы называем почему в основном. Почему как бы там Игорь нас... Кстати, это третий момент, что такое субъект, между прочим. Вот первый был у нас как причина, второй как свидетель, а третий как выражение общности. Вот есть некий, вот много людей есть, у этих людей может быть разные чаяния, но они что-то, если они сообщают действуют, они действуют как единый субъект. Как, можно сказать, как машина. У машин много винтиков, много шариков, роликов и так далее. Но это некое совершать единое действие, допустим, там, это двигают колеса. То есть, ну, с машиной неправильно, что здесь причина. То есть, есть еще третье понимание субъекта, как обобщение общности. Не, ну, обобщение, да. Но я к тому, что, вот, допустим, если представить себе действительно на секунду вот это общество, как какое-то единое живое существо. Да, как некий субъект, как некую личность, допустим. Оно, это общество, оно действует как живое, и оно живое, но оно не знает себя живым. Да. Вот. В нем, как бы, нет вот этого самосознания. Нету. Но в нем есть... А есть ли в нем, ну, кто он? Субъект актов? Он же был виден. Вот он-то и делал, что он и есть субъект актов. Думаешь, субъект актов? Да, да. Это как раз субъект актов. То есть, он является причиной? Да, да, да. Мы, как в Нойт Грегор, мы его вводим в качестве причины. Мы, как бы, говорим, откуда. То есть, не надо среди его вводить, он просто субъект актов, да? Да, да. Это просто субъект актов, но как раз он соответствует гейгельскому пониманию, но он явным образом демонстрирует утрату непосредственного данности бытия. Потому что если в эмпирическом субъекте вот этот опыт проживания времени, проживания жизни, проживания бытия, он есть, опыт бытия, то здесь нет никого, кто бы это проживал. Ну, по крайней мере, нам неизвестно. Нет никаких оснований, у нас говорит, что это самосознающий субъект. Он действует просто. Я только говорю, что он самосознающий. Мне всегда поражало, что у него есть два вида рефлексии. Первый вид рефлексии такой странный, его даже на рефлексии нельзя назвать, когда я говорю, что самосознание есть достоверность самого себя. Это как бы не рефлексия, но вроде как и рефлексия, но на самом деле... А есть вторая рефлексия, которая, как ты говоришь, это возвращение себя через внешний мир. И рефлексия буквально в смысле как акт. Ну, да. В этом смысле, как самосогласованная система, там, допустим, любят эти инженеры, вот они безумно тащатся от теории управления. Вот там есть как бы нелинейные задачи, есть как бы система с обратной связью. Банальная вещь как бы. Она развивается как-то, она как бы реагирует, она самодействует, сама реагирует на свои действия и на реакцию мира. И куда-то там как-то движется, там, условно говоря, даже свобода есть некоторая странная, потому что нелинейные системы, там несколько решений. Там есть точка бифуркации и так далее. Просто как бы неизвестно, как она себя будет вести. Но при этом, какое тут самосознание? То есть от того, что как бы эти воздействия возвращаются как бы к субъекту и как бы им учитываются, условно говоря, им при следующих воздействиях, нет оснований. Ну, короче говоря, кибернетика как бы не может объяснить нам сущность человека. Тогда получается, смотри, что мы опять же в феноменологии дуковые возвращаемся, получается разлом, переход от чувственной достоверности дальше, это уже ошибка, когда субъект становится сразу всеобщим, сразу возникает ошибка, состоящая в том, что сознание как таковое теряется. Потому что, не говорю, мы еще раз говорим, нет никакого сознания всеобщего. А это означает, что фактически что? Ну, тут надо аккуратнее сказать. Теряется... Ну, как бы сказать, теряется такой момент, что вот опыт... Ну, опыт-то всегда единичный. Опыт, да, опыт как бы, да, реализуется только всегда как бы в конкретности. Да, опыт проживания себя. То есть он как бы может быть и имеет, вот, парадоксом, опыт имеет как бы всеобщий смысл, да? Истина, которая из опыта извлекается, всеобщая. Вот. Она как бы всеобщая, абстрактная. Еще раз, когда ты говоришь про истину, ты имеешь в виду опять про понятия, про фиксацию. Нет, про то, что да, про то, что вот как бы мы можем там из опыта... Истаться, естественно, в понятия. Нет, понятно. Я просто к тому, что, допустим, что можно вообще как бы извлечь из опыта проживания себя. Можно извлечь как бы понятие экзистенции. Ну, или это понятие... И больше ничего. И больше ничего. Вот. Совершенно как бы абстрактное понятие, совершенно всеобщее. Оно всеобщее. Но при этом опыт-то всякий раз реализуется конкретно, и без этого конкретного опыта понятие пусто. Оно как бы не имеет... В том-то и дело, что оно не имеет... Вот, да, понятие бытия, не в смысле как бы греческом, да, когда бытие это совокупность всего сущего, а в смысле существования, не имеет содержания. И как бы разговор о нем не может обходиться без вот этого опыта. Без непосредственного опыта, без постоянного обращения к этому опыту. О каких-то определенностях можно говорить без опыта. Можно их описать путем других определенностей. Можно как бы, так сказать, они опосредованы одно другим. А это есть нечто как бы единое простое. Вот. Что невозможно ни аналогии какой-то передать, ни метафорой, ничем вообще. Но ты же говорил с того, что мы понимаем, что такое бытие, хотя и не можем сказать, что это такое. Да, да. Это вот и есть, вот некий опыт, который у нас постоянно есть. Мы его теряем, в смысле Гегеля, когда переходим дальше, когда субъект становится всеобщим, как бы, мы его теряем. А что такое всеобщий субъект? Это вот этот субъект актов. Да. Когда все висит в тяжесть, перенесена на субъект актов, так и все. Не, просто где-то я бы, у меня в принципе, как бы, ну, как бы, я считаю, что это важная вещь. Задача состоит в том, чтобы рассмотреть всю философию, аспективы этого различия двух субъектов. Чтобы понять, откуда, что и как происходит. Просто Гегель наиболее, как бы, важная часть этого осмысления. В зависимости от того, как мы поймем Гегель, на самом деле, мы, возможно, все остальное поймем. Просто, к чему тут я ищу? Я говорю, к тому, что, вот, по поводу слова, опять же, сознания, да? Если мы подсознанием понимаем свидетельствование, если это не акта, а переживание, а именно переживание вот этого бытия. То есть, знаешь, как вот можно было бы, если бы мы были там, не знаю, полуклассиками и так далее, можно было бы сказать, что, вот, что все-таки субъект акта, он, как бы, тоже в своем роде свидетельствует, но об определенности объекта. Он, как бы, свидетельствует о каких-то его свойствах. Ну, он, как бы, собственно, добывает эти знания. Да, вот так направлен на предмет, и акт, как бы, добывает предмет во всей его содержательности. А вот это вот проживание себя, оно свидетельствует только обытии. Обытии себя и обытии предмета таким образом. Только обытии. Не актуальна содержательность. Но это неправильно. Неправильно. Дело в том, что просто... Видишь, сознание же в том же числе еще и является ее вниманием. Понимаешь, два аспекта сознания. Один аспект, как ты правильно говоришь, это обытие, это аспект, когда сознание из сознания себя. А другой аспект, когда сознание из сознания предмета. Ну, и еще раз, еще раз. В том-то и дело, что во внимании... А, ну, не знаю. Ну, в любом случае тут сознание из сознания предмета... Вот в том-то и дело, что мне это интересно. Что мы не только, как бы, ну, мы воспринимаем предмет. Мы, как бы, одновременно воспринимаем... Воспринимаем, мыслим. Это одна ситуация. Это понятно. Нет, мы одновременно воспринимаем мыслим, да, это, можно сказать, одно и то же некое что. Да. И одновременно, в кавычках, воспринимаем, что это что существует. Неважно в каком смысле. Правильно. И одновременно воспринимаем, что это что не есть я. Ну, это отдельная ситуация. Нет, ну, вот, если нет, еще я говорю про сознание, как это пространство. Потому что оно вот именно, что различает то, что это является объектом, и то, что являешься ты. Вот это субъект, объектное различие, откуда оно берется-то? Есть некий разрыв между тем, что вот есть я, я есть определенное, и есть нечто иное. Просто, если ты вспомнишь, как бы, вот Гуссель, вот он занимался там своей этой феминологией, и вот он наставил то, что вот мы как бы все за скупки носим, в том числе вопрос, как бы, а вот, как бы, о существовании интенционального предмета. Можно это понимать, как бы, в буквальном смысле, да, что, ну, то есть, банальном, что вот, как бы, он занимается какой-то субъективной наукой, и пока. И неизвестно, как бы, вот тот предмет, который, да, он есть на самом деле или нет. Важно, что он дан таким образом, как он дан, и с этим можно уже работать. А можно сказать, что действительно во всех этих актах, как и королиат, я не знаю, вот как он любит это слово, присутствует так же, как бы, и какое-то понимание бытия. Что не просто, как бы, мы говорим не просто чайник, а мы говорим чайник есть. Нет? Да, дело, видишь, ты все, какой-то вопрос к бытию хочешь свести. Не, не нравится тебе, хорошо. Не, я-то хочу вопрос к различию свести. Вот, если, на самом деле, вот мышление, что, мышление и восприятие, оно что делает? Ну, различие, как бы, между душащим и насущим, может быть, вот что делает. Смотри, а мышление и восприятие упираются в саму содержательность. Ты правильно говоришь, мышление пытается рассуждать о содержательности. Да. И восприятие, оно упирается в содержательность. Порождает, можно сказать, даже ту содержательность. Или порождает эту содержательность, да? Угу. А сознание, оно пытается установить различие, наоборот. Различие между чем и чем? Между содержательностью? Нет, прежде всего, различие между сферой объектного и собой. И оно удерживается как различие, потому что, вот, мы, проживая себя, постоянно проживая себя, принимаем, что я – это я, а другое – это другое. Вот, помнишь, ты говорил, можно захватиться фильмом и пробовать полностью быть захваченным? Угу. Есть такое понятие захваченности, где можно о себе забыть. Угу. То есть, забыть об этом различии между вот той стороной, как бы, объектной, и этой стороной нашей. Угу. Сознание, как бы, констатирует, оно же не может ничего добавить, кроме того, что мышление, опять же, вот, в чем интересность сознания? Сознание ведь ничего не добавляет. Это, говорю, добавление бытия, я все свое, на своему, а это и есть добавление, не добавляя ничего. Ну, согласен, с этой стороны я согласен, наверное, это так, да. То есть сознание никакой содержательности добыть не может. Например, восприятие добывает содержательность, мышление добывает содержательность. Всякая активность что-то делает. Да, что-то делает, а сознание ничего не делает. Оно просто находится в неком месте в этом потоке и держит этот поток в виде напряженности, что оно вообще есть, чтобы не уплываться. Потому что поток же может схлынуть. Почему мы не уплываем? У меня раньше такой вопрос всегда был. Почему мы стоим на месте, а если вовне есть некий поток, почему этот поток не схлынивает и мы не уплываем? Потому что каждый раз, открывая и закрывая глаза, мы должны были, по идее, воспринимать разный мир. Где связь этих актов-то? Связь, казалось бы, мы как в сознании стоим на одном месте. То есть мы можем стоять на одном месте и внутри, проживать в самом себе, а можем точно так же стоять вовне. То есть мы смотрим на то, что совершается, какие-то акты совершаются перед нами, и непрерывная полнота восприятия. И мы в этом восприятии не растворяемся. Мы постоянно удерживаем, что мы-то вот, а то там, то другое. То есть мы удерживаем, удерживая самого себя в потоке, мы удерживаем и поток, и себя. И всю структуру субъекта. Ну да, но чтобы как бы с этим закончить, я могу совсем просто сказать, что, как мы вот только что говорили про общество, про эгрегор, еще раз, субъект актов не знает вообще обытий. Не знает. Поэтому он может только сказать чайник, он может сказать стул, он может сказать некое что. И вообще он направлен на что? Да, и направлен он на что? На еду, на отдых. А сказать есть, сказать существует, может только как бы вот это там. Ну, пока мы назовем субъект переживания. И только как бы вместе они могут сказать, так сказать, чайник существует. Да, именно так. Получается именно так. Получается, вот помнишь, мы говорили о склейке, да? Получается, что как они склеиваются? Что все, что связано с бытием, все как-то связано с сознанием. А все, что связано с содержательностью, связано с мышлением и восприятием. И все это как-то в языке склеивается. То есть язык как бы некий посредник, который все это вместе склеивает в едином контексте А вот эти все проявления, которые мы рассмотрим отдельно Это есть некие проявления общего смысла языкового единства А потом и общее языковое единство склеивает также и я, и субъекта автора И вообще все делает так, как мы привыкли Что есть один субъект, он отвечает за все Он же и в этической сфере нравственной отвечает за свои поступки Он же и в познавательном отношении является причиной Но на самом деле я вот так вот все-таки по многу раз останавливаюсь И думаю, какой потрясающий этот опыт проживания себя Как вот мы так вот наткнулись Не знаю Не, реально Ну как бы, может, хорошее слово именно подобрали Ну, то есть более-менее хорошее Ну вообще говоря, когда Хайдегер выступил в своем тараке на пути и время Было понятно, о чем идет речь И что как бы время вдруг отдельно, как ты знаешь, это было странно Вообще так вот, если так вдуматься Например, все эти Канты, всякие гигели Для них время не было чем-то особенное Хотя для Канта было У Канта было внутреннее чувство И время как-то во внутреннем чувстве пришло Кант как раз своеобразный философ У тебя как бы вот этот вот Первый разговор об этом опыте возник именно, по-моему, со ссылкой на Канта Я это помню У него, если вдуматься, у него даже вот этот вот субъект У него является вещью в себе И это тоже любопытно Это вообще как бы Да, да То есть Кант, это еще предстоит понять, что там такое На самом деле Кант говорит Возможно, уже у Канта некое предвосхищение всего этого понимания уже есть Как-то он там по-своему это делает Как-то не все так просто А вот у Гегеля уже проще у него там Уже он там вопросами так не задается Есть там некий общий контекст как бы И он там Для него не это важно Для него как устроено Вообще говоря, это познавание Для него это несущественно Для него вот всю систему построить надо Все связать Я вообще-то замечаю в последнее время Что вот эта мистическая составляющая философии Гегеля У него преобладает Вот это вот желание все связать в некое единство В некую систему Да, вот все разваливается Философия разваливается намного философиям. Допустим, философ Аристотель, Платон, другие философы, они по-разному говорят, и вроде нет никакой истины. Вот он собирательный такой. То, что называется философ, который учреждает философию как нечто единое, в том числе учреждает мир как нечто единое. Какие-то способы. Он берет дух, и дух у него все формы проходит насквозь. И все это как бы обратно. Раз, конструкция собирается. Он так как бы хитрит, на самом деле. Это вот тот самый хитрость, когда вот все разваливается, он пытается на ниточку все нанизать и как бы обратно все собрать, и скрипит. А когда уже приходит там, уже как бы Гегель уходит, и приходят другие философы, они просто смотрят, ниточку отпускают, все рвется, рассыпается, и вот мы видим то, что уже видно. То есть Гегель, он чем последний философ? Он как бы вот это вот видит уже, что все рассыпается, но тем не менее он еще вот это вот... Еще учреждает. Да, интенция учреждения единства, да, удержания всего мира как единства. Вот он еще пытается все сочеленить. А уже, например, Ницше отказывается. Ницше же вообще говорит, что воля к системе, это не добросовестная, это воля к нечистой совести. Потому что тот, кто строит систему, тот рано или поздно в чем-то там как бы приходит, идет на какие-то компромиссы. Потому что он не сочленяется все, все рассыпается. А уж как бы поэтому он даже систему не строит. А уж после него там, я уж не знаю, как там Хальдиггер что-то строил, это надо еще разбираться. А после него вообще это... Да, еще был и Сатур. Тоже как бы они что-то какие-то пытались что-то якобы там строить. Реально сейчас на самом деле система созидания, философия, это просто глупость. Какой системы быть не может. Еще там Гарт какой-то там. Да это понятно. Просто как бы лавры Гекеля всем как бы покоя не дают и все пытаются какой-то системой созиданием заниматься. На самом деле уже давно понятно, что есть как бы физика, да и уже философия... Раньше же как было там? Физика была на таком примитивном уровне, что можно все было сочленить. Философию природы создать там, философию духа создать там и так далее. Логику отдельно создать. А тут это попробуй... А сейчас попробуй сейчас. Сочлени физику, а на события сочлени. А кроме этого есть уже и биология серьезная, и химия, там, каких только дисциплин нет. Все уже. Благодаря хотя бы успехам физики и математики можно забыть о системе созидания. Невозможно уже ничего создать. А заниматься просто маленьким созиданием системы духа это глупость. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok